Добрый день Добрый день Добрый день И заключительная часть Это практические мастер-классы Которые будут проходить В четырех подгруппах В каких подгруппах Обратите, пожалуйста, внимание У каждого из вас есть такой красивый батик Красота в нем в цвете В основном Несколько оттенков Это белый, красный, желтый И голубой Сразу обращаю внимание Что желтый бантик Будет заседать в зале Экла И по поводу этой команды По все вопросам можно К пинни-гусе прощаться Следующие голубые бантики Это Роэлли Мед И здесь будет с вами На второй части Практически Софья Докон Красные бантики Вереми Вы остаетесь в этом зале Вместе со мной И белые бантики Это Бьюти Лариса Черевкова Будет вашим координатором Но это все будет На второй половине дня Чтобы вы понимали Теченые бантики И точно так же Фотографии у нас будут делаться По кругу Потому что очень много желающих Чтобы каждого из вас Было хорошо видно на фотографии И у вас у всех была возможность Показать Тем консультантам Которые не присутствуют На данной встрече Чтобы вы действительно Присутствовали И получили опыт От нашего уникального эксперта Сейчас Я не буду Долго отвлекать ваше внимание И передаю слово Лидеру компании Арифлейм Под ваше бурное аплодисмент Встречаем Ирина Козлевкова Приятного аплодисмента Компания Арифлейм Добрый день Дорогие коллеги Дорогие петербуржцы И не петербуржцы Украду фразу У Геннадия Малахова Добрый день И доброго здоровья У нас У меня есть Очень много времени Несколько минут Чтобы поделиться С вами мыслями Почему же именно Велмос Почему это должно стать Выбором Почему должно стать Естественным выбором И готовясь к этой встрече Я размышляла Как это сделать Покороче Победительнее И от души Ну в общем Что получилось Да Ну начну с того Как в мою жизнь Вошел Велмос Это случилось На международной Бриллиантовой конференции В Тубай Когда На сцене Я увидела Людей Которые Приложили Очень много сил К созданию Этого продукта И Вы знаете Где-то внутренне Наверное Вот судьбой Все не зря Мне был послан Этот момент Потому что В течение Наверное Двух лет Я очень Вдумчиво Относилась К здоровью К семейному К питанию К выбору Физических нагрузок И В моей голове Был такой вопрос Почему же Если я выбираю Лучшие продукты Почему же Если я Веду Ну достаточно Успешный образ жизни Который позволяет Мне Не отдыхать Сниматься Спортом В мире И Бывать В теплых странах На море Почему я Все время Чувствую себя Уставшей Почему Моя фигура Оставляет Желать лучшего Почему Бегая По тренажерам Я не забиваюсь Из комного Репрессата И Знаешь ты Наверное Это было счастье От таких людей Услышать Какие-то основы Правильного взгляда На свой образ жизни На причины Многих заболеваний И на то Какую роль В этом играет Велмос Потому что До этой встречи Я очень Ну скажем За большим скепсисом Наверное И осторожностью Относилась К любым Забавкам К любым Витаминам И может быть Даже до сих пор Я подозреваю Что несмотря на то Что у нас полный зал Может быть Здесь тоже есть люди Которые Для себя еще Четко не решили Не сделали Этот выбор В пользу Велмос И Что же меня пугало Ну пугало Прежде всего Наверное То что это Как я считала Ненатуральное И пугало Пугал такой момент Что я боялась Как-то Разбалансировать Свой организм Вы знаете Вот эти страхи И вот эти вещи Нужно до конца Убрать из своей головы И сделать это можете Только вы сами Разобравшись И получит Действительно Хорошие И правильные Знания Но где их искать В интернете Забилуют информации И каждая информация Дается С маркетинговой Точкой зрения Определенными Производителями Фармацевтами Организациями По Оздоровлению Населения Которые Проходят В спортклубах И не всегда Эта информация Достаточная И правильная Наверное Здесь еще Сыграла роль Тот фактор Что я смогла Увидеть людей Которые Уже прошли Этот путь Я говорю Сейчас о Роберте И о юности Объемники Потому что Видя их годами На разных конференциях И на разных встречах Уже отмечая Их преклонный возраст Их активность Я очень Вдруг Была удивлена Некоторыми изменениями Которые просто Были на лицо То есть Когда они Проявляли Наибольшую активность Позитивность Было видно Что с ними Что-то происходит В течение Нескольких лет Что их возраст Остановился И они молодеют На глазах И мы уже пошучивали Говорили Им Анус Ну открой нам секрет Что происходит Наверное Что-то вот особенное Вот И когда конечно Появился стикс-цена Появился Велнос Я буквально Замерла И в течение Нескольких часов Для меня Было откровение Ну а второй момент Таким чисто Человеческим Нам подарили Этот продукт И перелеты Это очень тяжелая вещь Особенно Из южных стран Где часовые пояса Отличаются Зимой от наших И обычно Прилетая С таких конференций Мой режим был такой Меня встречали Привозили домой Я отдыхала Несколько дней И где-то День на второй Я наконец Открывала Мутбук И начинала Показывать фотографии А здесь Прямо в аэропорту Я сразу Начала Излагать информацию Новости И обзванивать знакомых И говорить Мужу Что мы сейчас Поедем в ресторан Куда приедут Все наши знакомые Посмотрят Заодно фотографии Дети пусть Тоже туда приезжают Он говорит Ты что Сегодня не устала Что ли И здесь Я поняла Для себя Что я не устала Потому что в течение Перелета Со мной был Велмос И вот Как бы Все лучшее Мы экспериментируем На себе С того момента Велмос действительно Каждый день Со мной Во всех Моментах Моей жизни Он присутствует Он присутствует В моей семье Среди всех Ее членов Даже убежденные Пожиратели Сосисок И любители Жирных завтраков Сменили свои Привычки На полезные И теперь Это наш Верный Спутник здоровья Чего я желаю Вам Ну вот такая Короткая история И когда я вернулась В Петербург Вы знаете Что Велмос У нас не сразу Появился Немножечко Через какое-то время Я сразу Начала транслировать Свои новые взгляды На свою структуру И она Наверное Помнит Помнят Мои лидеры Директора Консультанты Что у нас Практически Ежемесячно Проходили встречи Посвященные Стилю жизни Велмос Мы открыли Для себя Что Таким образом Жизни Мы В принципе И должны Жить Все люди Чтобы увеличить Своё Слуговесие Чтобы повлиять На своё Хорошее Самочувствие Но к сожалению Люди Мало имеют Возможности Уделять этому Внимание Поэтому мы На встречах Подробно Рассматривали Что такое Углевод Мы говорили Мы говорили О том Какие продукты Подходят Для такого Обитания Мы говорили О таких Вещах Которые В общем-то Впервые Как поздно Начинали Понимать Как белки Углеводы Со стигом Передать Не повезло Не сказать О нас Ведь Категория Вымор Для нас Это возможность Быть Очень долго Здоровыми Это возможность Чувствовать себя Великолепно Каждый день Это возможность Увеличить Своё Долголетие И долголетие Своей семьи И От Скигостена Я услышала Такое слово Как Превентивная Медицина Я правильно Говорю Превентивная Очень ответственная И Вы знаете На Западе В Европе Ну Во всех Странах Люди Очень Серьезно Относятся К своему Здоровью И Они Думают О Не тогда Когда заболели То есть Как у нас В России Происходит Мы выбираем Глинику Получше Даем Анализы Подороже Ищем Врача С побольшими Легариями И начинаем Исследовать И заниматься Своими Дороги Они Это делают Каждый День И Они Делают Вклады В своё Здоровье Они Делают Подпитку Своему Здоровью И Таким Образом Очень Сильно Влияют На Своё Долголетие И Вымас Это Великолепная Категория Которая Подходит Для Того Чтобы Сделать Такой Постепенный Вклад Который Подволит Нам Как Можно Больше Как Можно Дольше Оставаться Энергичными Задорными Молодыми И Успешными Надеюсь Это Одна Сторона Вопроса Которая Должна Нас Волновать Ну И Конечно Это Наши Семьи Потому Что Естественно Те Люди Которые Нас Окружают Безусловно Нам Дороги И В каком Бо Мы С Ними Не Находились В Каким Отношениям Мы Всегда Хотим Чтобы Они Были Здоровы Чтобы Они Как Можно Больше Оставались С нами Поэтому Это Возможность Сделать Жизнь Тех Людей Которые Рядом Которые Старше Нас Которые Уже Имеют Проблемы Со Здоровьем Сделать Жизнь Энергичнее И Комфортнее Вот И Вы Знаете Обычно На всех Семинарах Говорят Что У Это Такая Категория С которой Здорово Строить Бизнес Вы Тоже Как Думаете И Я Так Думаю Но Тем Не Менее Я Выбрала Следующий Путь Когда Я Строю Бизнес С В Носом Я Не Думаю О Нем Как О Бизнесе Я Стараюсь Как Можем Большему Количеству Людей Рассказать Об Исключительности Об Уникальности Этого Продукта А Потом Поделиться Своими Мыслями Своими Ощущениями Своим Выбором И Эта Энергия Эта Уверенность Которая Исходит От Меня Она Творит Чудеса Людям Передается Моя Убежденность И Все Происходит С С С С С Вообще Это Очень Интересно Потому Что За Время Появления Этой Категории Позволит Нашей Структуре Расширить Жизнь Как У нас Были Потрясающие Такие Бавные Вечеринки Шоколадные Пятницы У нас Были Ванильные Воскресенья У нас Были Чудесные Волнос Парти Когда Мы Наконец Вспоминали Что Мы Женщины И Мы Можем Надеть Вечерние Платья И Пойти Куда И В этих Вечерних Платьях Сделать Фотосессию И Познакомить Своих Подруг С Волносом Вот То есть Волнос Помнить Всегда По этой Стороне Желаю Вам Быть Посланием Волнос Среди Своего Окружения И Хочу С удовольствием Не задерживая Не отнимая Драгоценное Время Потому что У нас Очень много Желания Услышать Великолепного Нашего Тренера В этой Категории Потому что Тот человек Который Сюда Выйдет Прочитал Огромное Количество Тренингов Для Нашей Компании В разных Регионах И Я С удовольствием Представляю Ведущего Сотрудника Российской Академии Медицинских Наук Кандидата Медицинских Наук Ведущего Программы О самом Главном Которое Идет На российском Телевидении И я Хочу Для Ольги Николаевны Сказать Что Вообще Мы Не смотрим Телевидер Но Эту Программу Мы Не пропускали Приглашаю Встречайте Ольгу Николаевну Григорьевну Здравствуйте Здравствуйте Еще раз Я Встречу Телефон Там Телефон Держите Раз Да Уважаемые коллеги Выключите Мобильный телефон Просто Несколько Человек Которые Сидят Включенным Телефоном Портят Свук Полностью Я Сего Регион Абсолютно И Друг Выключите Пожалуйста Телефон Просто Телефон Выключите Телефон Едем Выключить Телефон Как самолет Есть рукавая форма Как в самолете Но лучше всего Чтобы не ошибиться Просто выключить телефон Потому что Каждое слово Ценно И очень важно Услышать Именно в той форме Как оно Первоначально Звучит Если у вас Возникают вопросы Вы их записывайте Передавайте Пожалуйста Ине И в конце Можно будет Получить на них Ответы Но самое главное Для начала Чтобы мы услышали Всю тему Развернуто Выключите Пожалуйста Полностью Телефон Кто-то записывает На телефон Никаких записей На телефоне Потому что Иначе Просто Не будет звука Все Вас поругали Да Почему Будем Общаться Вообще Удивительно У нас конечно Страна Я часто бываю В театрах И просят Выключить Телефон И какая-то Идет сцена Какая-то Безумная Трагическая И вдруг Телефон И вдруг И вдруг То есть Ну как Человек Вот это Вот Ему не стыдно Ну это Другая история Это не про нас Значит Еще раз Здравствуйте Я очень рада Что я к вам Приехала И меня каждый раз Удивляет Как у всех Хорошились Потому что Мы с многими Встречаем С других Спасибо Я к тому, что все-таки я получаю удовольствие от того, что наши беседы, я не считаю это лекциями, нравоучительными, как для студентов, а в общем-то это обогащение взаимное. Я очень много от вас могу подчеркнуть, и за эти третий год уже, что меня рефлейт не отпускает, я вот общаюсь, уже 56-й регион фактически. Ну ведь вам сказали выключить телефон, а вы не... А вот все мешает. В общем, вы меняетесь, и знакомые глаза я узнаю, и вижу в разных регионах люди по-разному, как-то по-разному меня слушают. И это очень чувствуется в зале. Я вот всегда зал охватываю определенным образом, как бы мое или еще пока чужое. Вот сегодня вы теплые, и я думаю, что вы уже слушаете меня не первый раз, и я думаю, что вопросы уже у вас будут более детальные, грамотные, потому что вы имеете базовое образование в том, что такое питание и что такое здоровье. Здесь вот внизу указан сайт, чтобы к этому не возвращаться, будут вопросы о здоровье. Клиника наша занимается изучением влияния питания на разные показатели здоровья, имеет очень много отделений. И у вас будут эти вопросы, и будут вопросы по детям, по пожилым людям, и после операции онкологических, и желчнокаменной, и сахарной диабеты, и ожирение, и все что угодно. Клиника много профильная, аллергические заболевания, астма, ну, в общем, все, кроме хирургии, да, и ростопоможения, и стоматологии. Мы занимаемся этими проблемами. Звоните на сайте, есть все телефоны, есть контакты со мной, есть контакты с другими специалистами. По этим телефонам выясняйте все лечебные вопросы. Очень приятно, что люди звонят и говорят, да, мы с вами из реклейма, я вот, там, консультант, золотой директор, вы салентируйте меня. То есть уже существует обратная часть связи, многие пользуются, и я вам тоже советую, чтобы, в общем-то, мы сегодня не ушли в вопросы лечения, потому что невозможно в одной лице охватить все вопросы профессионально, а по-другому, я сейчас считаю, нужно работать. Ну, что такое? Уже много вы говорите, и говорите уже третий год о питании, и, конечно, нужно начать в этом разбираться, потому что это слишком важно, чтобы быть, там, дилетантом, а, в общем-то, выше подняться очень сложно. Я вот уже более 30 лет работаю в этом институте, и я вот только-только, может быть, начинаю где-то какие-то вещи до конца осознавать, потому что это действительно очень сложная проблема, это очень сложно уловить взаимосвязь питания с какими-то имеющимися у тебя проблемами или даже заболеваниями. Сейчас вот только что прошел съезд диетологов, кто-то был там из-за реклейма, мне присылали записочки, после моего доклада ко мне подходили и говорили, я из-за реклейма, я вот за вами слежу, я приехала на ваш съезд, и, в общем-то, действительно, это очень интересный конгресс, и мы обсуждали там все вопросы, которые оказывают влияние на здоровье человека, естественно, через призму питания. И вот что сказал наш директор, академик Тупельян, который осознает питание уже тоже лет 20, он сказал, что во всем мире сейчас уже сформировано представление о том, как действует питание, уже сформировано правило, значит, чтобы что-то изменить в себе, надо не менее тысячи дней. Есть программа «Тысячи дней», которая приняла Всемирная организация здравоохранения, создавшая Лигу здоровья наций, ну, которая, в общем-то, занимается подсчетами всех проблем здоровья в мире, и сейчас они уже приняли такое постановление, что работать с населением, разъяснительные вести программы, образовательные программы, и не ждать быстрого результата. Она так и называется. Это программа «Тысячи дней». Можете войти, набрать в интернете Лига здоровья наций, ВОЗ, программа «Тысячи дней». Вы увидите там все позиции, которые мы с вами обсуждаем, которые вы обсуждаете на всех своих семинарах, но это тоже образовательный, какой-то определенный уровень, вы будете знать, что такое мировая наука. Кроме того, уже сейчас сформулирована программа нашего правительства, так называемая 4П. Сегодня мне тут смешно было, в Арифлэме есть 3П, а в Путине, значит, нашим главным министром 4П. Но это как бы, знаете, так как привлечь внимание ребенка новой игрушкой. Так вот, чтобы мы вдруг встряхнулись и подняли голову и подумали, а что это такое? Это действительно помощь, это предсказание, это предчувствие, это практика, ну, превентивность, как сегодня говорят. То есть вот все позиции, которые, видите, нет лечения. А в первую очередь идет профилактика, это для медиков, помощь населению в образовании, куда обращаться, предчувствие, какие заболевания будут быть, ну и, конечно, помощь в бизнесе, она... Ну, то есть привлекать можно разные структуры, создавать разные цены здоровья. Еще что важно было на этом сессии, то, что вы можете заметить действия питания или разных, ну, каких-либо продуктов питания на себе, на своих близких, это должно пройти не менее полугода. Не надо ждать результатов очень быстро. А если идут нарушения с детства, если семья не образована, если вы неправильно кормите ребенка и как бы считаете его здоровым... И очень часто я на лекциях встречаю, апонируют мне люди, что, ну, какие проблемы, я ем жареную картошку каждый день, я ем сало, особенно в Красноярске. Потому что мне пытались, сколько сала можно есть. Никто не запрещает и не отменяет национальных привычек. Очень много было вопросов, там я была в Казахстане, откуда меня украли, в Киргизию увезли. В общем, там масса есть национальных вещей, национальных постов, ограничений, да. Люди тоже думают, как вообще им в этой ситуации соблюсти и религиозные, и социальные вещи, и нравственные, и семей, ну и так дальше. Естественно, от этого не надо отказываться. Но нужно знать, что результаты того, как вы ведете своего ребенка, и как вы вообще живете по жизни, скажутся через 30-40 лет. Понимаете, питание – это долгосрочный фактор. Это не вирусные заболевания, это даже не дизентерия, это не какие-то такие острые моменты, которые вы можете... Да, можно, единственное, что чувствовать себя, допустим, после Нового года, стабильными возлияниями, понимать, что ты переел, перебил и плохо себя чувствуешь. Но это эпизоды. Если хронически присутствуют какие-то методиты в питании или избыток питания, это скажется очень нескоро, потому что организм имеет большие степени гибкости, приспособленческие реакции, очень выраженность. И поэтому скажется это не сразу, и вы даже не будете знать, с чем это связано. Поэтому здесь образовываться и формировать здоровье нужно как можно раньше. Все мы думаем о том, как начать прикармливать ребенка, что кормить, что есть беременным женщинам, как вводить новые прикормы. Но мы думаем только на первом году жизни. А потом радуемся, что ребенок ест у нас со взрослого стола. Какой у меня Петя продвинутый. Он есть котлеты, борщи, кусок хлеба, селедку. И здорово, и маме не надо готовить, и все так трудно. А потом у Пети в два года дискинезия, желчеводящих путей, нарушение стула, аллергические реакции. Слушай, рядом у нас в клинике ребятишки, даже на грунтом встарбливании, на первом прикорме, или даже без прикорма, с трех месяцев мы берем детей на госпитализацию с жуткими атопическими термотитами пищевого происхождения. Значит, это пищевые аллергические реакции, которые уже формируются в болезни. И ребенок, конечно, будет болеть очень долго, и дай бог, чтобы он справился в какие-то определенные периоды жизни. Но виноваты-то в этом взрослые. Виноваты взрослые, потому что они не думают, они не зло, не злодеи. Они не знают. И вот ваша задача, с моей помощью, уже с помощью всего вашего коллектива, повышать уровень образования. Дело не в том, что у вас есть коктейль. Дело в том, что у вас есть механизм влияния на здоровье. Веллнес-направление – это мировое направление, от него никуда не деться. А какие механизмы? У кого-то супы, у кого-то витамины. То есть любые элементы, улучшающие здоровье, улучшающие обеспеченность организма разными, важными пищевыми веществами. А сейчас мы уже говорим, в первую очередь, белком и витаминами. Уже мы знаем это. Потому что жиры и углеводы мы всегда наберем. В этом дефицита никогда не будет. И есть разница в том, как сохранить здоровье у здоровых и как помогать людям нездоровым. Переходить в форму стойкой ремиссии по заболеванию. Несложно, понятно? Ремиссия – это значит неухучение. Сохранить вот эту фазу ремиссии и даже, возможно, чувствовать себя лучше по тем или иным параметрам. То есть изменить качество жизни. Болезнь уже никуда не берется. К сожалению, мы все умрем. Умрем от болезни. К сожалению, да? Это факт, который никто как бы не может избежать. И это залог того, что мы живем. Но как живем, качество жизни, сколько, это все будет зависеть от образа жизни. А там 30-40% отводится именно, как мы сейчас говорим, адаптированному, рациональному, здоровому, как хотите. Миллион терминов. Ну, то есть правильному, подходящему именно вам питанию. Значит, о том, что эта проблема существует и важна во всем мире, ну, вот вы уже все прочитали, может, даже я не буду об этом говорить. Есть, конечно, проблемы с дефицитом питания, люди недополучают. И это тоже определенные болезни. Это истощение, это разные заболевания печени, это онкология, это просто травмы и оперативное вмешательство, когда нечем всасывать еду, и люди уже питаются через вену. Проблемы свои. Тоже очень серьезная проблема коррекции, вот, обеспеченности всеми веществами именно этой категории людей. Ну, большая часть людей умирают от того, что они имеют избыточную массу тела. И, к сожалению, этот процесс нарастает, то есть угроза нарастает. Как бы мы еще ни боролись, все равно процент ожирения растет. И если в 2008 году это было, это вот данные, 15 миллионов человек умирают, но 100 миллионов человек имеют избыточную массу тела и ожирения. И, к сожалению, уже в 2011 году это уже 130 миллионов человек. Единственное, что утешает, что уже сейчас в цивилизованных, я имею в виду, по образованию, Россия еще не на 125 месте в этом плане, но, например, даже в той же Греции, в Италии, в европейских странах, в Америке сейчас появилась тенденция, уже не появляются тяжелые формы ожирения у молодежи. Вот это уже радует, потому что как-то стали президенты этим заниматься, как-то стали заниматься вообще общественности, разные появляются клубы здоровья. В целом мир сейчас повернулся от войны и от каких-то других вещей, все-таки к человеку, потому что кто-то же должен работать, кто-то же должен вообще страну поднимать, кто-то же должен заниматься производством и так дальше, да, и кого? У нас больные дети, а в России это вообще катастрофа. И, конечно, с этим можно бороться. Посмотрите, 5 миллионов человек умирает от курения, а 15 от ожирения. То есть от того, что мы сами на это зарабатываем, тратим деньги, покупаем новую одежду, имеем заболевания, 3 раза больше, чем от курения. Про курения все знают, боятся, хотя и курят. На каждой пачке написано, что это смертельное заболевание, ни на какой пачке масла не написано, не ешь. Ну, это ельно, убьет вообще, через 50 лет умрешь. Ну и так дальше. Ну, про угрозу нарастания я вам сказала. Что у нас, по странам СНГ, конечно, грустная ситуация, но это фактически, как бы и в России, и каждой пачке, те же самые показатели, как на Украине. То есть угроза нарастает никуда не везет. 80% людей, у которых есть избыточная масса тела, имеют заболевание. 80%. Оставляете, только 20% как бы считают себя еще компенсированными. Действительно, есть такие люди, которые ко мне приходят и говорят, ну а что, действительно, я удивляюсь всегда. Человек имеет морбидное оживление, и у него нет заболеваний других, кроме оживения. Но я считаю уже просто, как врач с многолетним стажем, что они еще спят. Еще пока все идет на уровне тканевых реакций, иммунитета, клеточные мембраны забиваются, сблокируются. Еще пока вот, ну потом скоро выстрелят. И что-нибудь обязательно появляется. Или сахарный диабет, который очень грозный, вы про него знаете. А сахарный диабет это еще и болезней почек. В дальнейшем удаление почки, где-то, так называемая, диабетическая почка. Это еще и слепота, потому что сосуды поражаются, и в первую очередь сосуды глаза диабетической ангиопатии. Это и поражаются сосуды ног с различными изменениями артерии. Ну и там дальше. Ну и, конечно, это траты на препараты. Да, и серьезные траты, потому что человек покупает лекарства, ему врач ничего другого не посоветовал. Он не сказал, что, знаешь, давай поговорим, а как ты питаешься, что вообще, как ты живешь. Мне когда врачу в этой клинике, ему проще померить уровень сахара крови, там, посмотреть его какие-то другие анализы, выписать новую форму сахарснижающего препарата. А если этот врач еще на подпитке в какой-нибудь парк компании, так замечательно. Парк компании, они его посылают на конгрессы, ему там какие-то доплачивают деньги за то, что он этот препарат назначает. Не в укор. Понимаете, жизнь, она заставляет людей искать какие-то определенные способы. Да, и препараты хорошие, и в определенный момент они нужны, потому что сразу справиться с проблемой невозможно. И нужно принимать лекарства для того, чтобы не получить осложнение той же самой слепоты или тех же самых осложнений почек. Конечно, страдает течень, это так называемые жировые гепатозы. Куда девается весь этот большой объем еды? Вот вы себе представьте, да, обед, ужин, завтрак, несколько приемов пищи, всякие там вкусные бигмаки, жареная картошка, пирожки, ну и в общем все остальные вкусные, безобразно вкусные вещи. Почему они вкусные? Да потому что они жирные. Почему затягивает Макдональдс? Мы проверяли Макдональдс, мы с ними работаем, мы им помогаем, они сейчас стали менять свое меню, они дают вот эти меню раскладки, там все наши фотографии, все наши данные по калорийности, по всему, мы даем образование людям, которые ходят в Макдональдс. Посчитайте свою калорийность. Если ты один раз пришел туда, ну ничего страшного. Это не должно быть системой, потому что жареная продукция дает такое вот возбуждение рецептора у очень многих, особенно полостирта, желудочно-кишечного тяпта, выделяется сок на защиту от этого жира, вкусная еда притягивает, да, это как действительно наркотическое действие, сладкая и жирная еда. Почему начиная есть шоколад, кто долго не делал, не можешь оторваться, на себе испыталась, устала, не знаю, что там что-то вообще хочется сладкого съела, ну что я себе говорю, почему я не могу себе в своем возрасте позволить эту конфетку, ну что мне еще впереди там, ну что, мне уже детей не рожать, а у меня уже четвертая внучка родилась. Вот, почему? Съела одну конфетку, ушла, подумала, ну как хочется второй, вернулась, а у меня коридор 12 метров, большая квартира, не лень ведь идти, пошла за второй конфетку, ушла, и владел мне пока еще одну съем, и больше не нет. И вот это, ведь это безобразие очень сложно остановить, уже тебе плохо, уже голова кружится, уже в животе невозможно, бескомфорт, а мозг просит, да? К сожалению, вот эти пищевые привычки, они нам намного мешают. Но все это же ведь, представьте себе, утропроды, сладкий чай, кофе, каша, яичница, сосиски, да, все это падает в живот. Бедный желудок начинает это все перекручивать, обрабатывать соляной кислотой, желудочным соком, превращать в такой ком, и уже что-то там всасывается. Потом это все идет в толкую кишку, где работает поджелудочная железа, желчный пузырь, микрофлора, разные кишечные ферменты, иммунная система, местный иммунитет, и так дальше. Все это должно всосаться, это же не куском мяса проникает, это все маленькие, уже совершенно молекулы, и белковые, и жировые проникают в кровь, разносятся по всему организму. Какая работа организма? Пустую. Потому что заблокируется вся печень, печень стоит на грани того, что нужно очистить, кроме большого количества жира. Углеводы-то сразу практически, они всасываются, превращаются в жир, и попадают сразу в жировые отложения, откладываются везде, вплоть до мелких сосудов. Почему не имеют, синеют, бледнеют кончики рук, потому что капилляры уже никак не до конца проходимы, они там забиты разными такими продуктами переработки, в том числе и жира. Жир откладывается в интимы очень многих органов. Если побывать на операции человека с ожирением, то это страх Господний лучше не видеть, потому что почки, почка вот такая, как небольшая, ну, как банан, ну, то есть, если сплёснуть его, а как 4 банана вокруг почки, это жировая капсула. И попробуй добились на эти почки, этот жир надо выдрать. А сальники, вот эти животы, малый сальник, большой сальник, который свисает иногда фартуком до колен. А все органы в жировой капсуле, вот вы иногда когда хотите есть, представьте себе, вот это вот, если курицу разрезать жирную, ведь не очень красиво, правда, хочется всё это выдрать, почистить, или её печень посмотреть, которая в пятнышках. Это и весь жировой гепатоз печени, и точно такая же печень у человека. Значит, все вот эти клетки, жёлтые, они уже не работают. Значит, у вас уже печень не очищает, не помогает вам справиться с другими вещами, с инфекцией, с бактериями, с другими видами пищи, с другой нагрузкой. Печень страдает, даже она уже из гепатоза, превращается в геогепатиты, то есть идёт нарушение самой клетки, и повышается в крови уровень ферментов печени, кто узнает эти вещи, АЛД, АСТ, это уже показатель того, что идёт хроническое воспаление в этом органе. Что же хорошее с хроническим воспалением? Знаете, что любой хронический процесс очень трудно, как бы, вести и лечить, и он сказывается, естественно, на здоровье. Ну, что дальше, чтобы как бы вас не особенно пугать, мне, головная первая меня за это рука, это, ну, я люблю медицину, я как бы потом, где вы ещё потом услышите, да? Рассказываю, рассказываю. Значит, венозная недостаточность, сердечно-сосудистые заболевания, это всё связано с атеросклерозом. То есть большое количество жира, которое вы поглощаете, ну, население у нас, да, 80% жирения, имеет атеросклероз, это жир в сосудах. Это те самые бляшки, которые складываются, ну, может быть, и не бляшки, а утолщение стенки, посмотреть камеры сердца, увидите там и гипертрофии, допустим, изменённые полости сердца, если посмотреть сосуды, извитые сосуды, там, с перетяжками, это всё предвестники бляшек. Дальше будут бляшки, значит, будет стенозирование, уменьшение просвета кишки, в лучшем случае, если успеется, вас спасут, хирурги поставят вам стенты, и так, но это операция, и это уже необратимый процесс, и никуда уже дальше эти бляшки не денутся, они же по всему организму, как вы почистите все свои сосуды, но практически это невозможно. Поэтому не лечение, а предупреждение, да, противопактика. Здесь ещё не всё, в общем-то, очень много есть вещей ещё интересных, например, синдром сонного акне. Ну вот среди нас таких здесь людей нет, а как бы у меня пациенты, практически каждый, короткая шея бычья, как я говорю, красное лицо, большой очень живот, и когда он со мной разговаривает, он постоянно пьёт носом, засыпает, потому что жир и короткая шея, вот здесь вот у него удушье развивается, естественно, гипоксия мозга засыпает, не потому что он меня не любит, а он просто не может выдержать всё время голову в прямом таком положении, и голова устает. И это опасно именно в ночное время, когда человек ложится спать, у него пережимаются все сосуды, а там они забиты жиром, мозг страдает, и вот он храпит, храпит, потом не храпит. И страх моментальной смерти, и действительно, синдром моментальной смерти при сонном окно очень высок, и эти люди должны спать, в первую очередь, в таких аппаратах, а не как противогазы. Ну, в общем-то, сами понимаете, что это за жизнь, да? Какая может быть жизнь, семейная, личная, и всякая там, командировки, бизнес, как и все время привязан к этому кислородному противогазу, для того, чтобы не умереть во сне. А дальше, в общем-то, еще и качество жизни толстого человека. Даже если он заболеет, вы представите себе, да, выхаживать за толстым человеком, который весит... подошла и говорю, отключите. Говорят, вы выключили звук, я говорю, выключите сигнал. Что за люди? Вот непонятно. Просто телефон. Просто... Я так вот... 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 Не слышно? Нет. Я так вот... Проверьте все телефоны свои еще раз. Спасибо. 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 Подтверждение вот этого. Потому что трудно пощупать. Что за глупости? Это же эмоции. Но мы же в детях видим с вами какие-то привычки наших, допустим, родственников. Даже тех, которых они не видели никогда. Они не могут скопировать. Или кто-то носом шмыгает, или кто-то ногу на ногу как-то кладешь. Кто-то есть так же, как прадедушка. Кто-то волнует, реку чешет, как говорит, определенно. Ну и так дальше. То есть какие-то привычки. Точно так же наследуются эмоции. Генетики сейчас уже нам показали. У нас напротив нашего института институт генетики. Мы с ними очень плотно работаем. Они уже нашли гены, отвечающие за настроение, за устойчивость, за агрессию. И говорят очень много в России вот этого гена. Оно передалось. А почему мы всегда считали, что какую-то семью сглазили. Венец без врача. Мама одинокая, бабушка одинокая, прабабушка одинокая, дочка одинокая, внучка одинокая. А это копируется стиль жизни. Они никогда не жили в семье. Так получилось вот там про бабушки, бабушки. Может, муж на войне умер, а эта девочка росла без отца. И у нее модели семьи нет. У нее модели семьи без мужчины. И дальше это все закрепляется, если кто-то не сломает. И эмоции оказывается точно так же. Есть эмоции упрямства. Мы иногда видим дети, да? Кому ты такой упрямый? Почему не слушаешься? А почему ты такой слабый? А почему ты такой, не знаю, добрый очень? Откуда это взялось-то? Мама с папой могут быть совсем не такими. Говорят, вот он весь дед, да? Он очень там добрый или там какой-то еще. Поэтому здесь надо тоже серьезно думать над стилем своего поведения психологического. И сегодня я видела очень хороший эксперимент. Сделала же, не знаю в каком, ни в парни в Петле или в Москве. Одомашнивание диких весят. Я подумала, что вы сказали про генки. Да. И стали, как бы не знаю, зачем они этот опыт стали ставить. Я просто прослушивала в начале передачи. Но они стали смотреть. Они стали скрещивать. То есть, как превратить тикун в лесу, которая агрессивно кустается, да? И часто очень является источником разного владения, в том числе бешенства. Как его превратить в домашнее животное? Наверное, это не самый хороший случай. Не рекомендация всем, что отправили лица в стол. Но занимались профессиональные люди. Я думаю, это просто научная определенная задача стояла. Так вот, если скрещивают двух спокойных лесей, или породы самца и самка, они спокойные, доброжелательные, не агрессивные. У них и дети такие же. У агрессивных – агрессивные. А как леса может научиться? Она же не говорит. Значит, вы представите на таком уровне информации, да? Генетика и поведение. Как кусаться, как лизаться, как есть, как к кому относиться. А дальше они скрестили агрессивного самца с неагрессивной, доброжелательной самкой. И получили наполовину потом, что такое и такое. То есть абсолютно эмоции точно так же наследуются. И вот эта wellness-то жизнь направление. Сами знаете, да, что позитивное отношение к миру – это очень важно. И это не просто доброта, а я всех люблю. Это тоже уровень болезней. Отсюда невозможно всех любить. Но относиться по-доброму, не желать зла, не делать ничего плохого. Ну, бывают удивительные вещи. Приходишь, куда ты не приходишь, что пришла. Никому ты не нужен, часто бывает. А за границей, посмотрите, куда ты не пришелся, чем я могу помочь. Я тут в силу каких-то обстоятельств уже лет десять назад была у дочери. Она у меня жила в Женеве. У нее муж так ломат, они там работали. Я поехала в гости, иду какая-то, это коворонная. Посмотрите более. В сторону, да, смотрим. И вперед. Куда она выйдет? Мы сразу ответственности рассматриваем. И, естественно, налетали на какого-то молодого человека. Естественно. Иду в витрины, смотрю, не вижу, куда идут. И как бы так оторопела, мне стало неудобно, но я забыла, о чем мне надо сказать. Они же и французские, и немецкие, и итальянские. В общем, забыла все слова. И вдруг я слышу, он передо мной извиняется. Он видел, что я не смотрю вперед, и он не создал мне условия, чтобы я на него не налетела. Вот менталитет. Представляете, другой. А он надо, что сколько-то опрешь, долго, да? Чего куда ты смотришь? Ну, разница вот это. Поэтому следите за собой. Определенным образом. Обязательно надо. И детей учите этому. Обязательно надо. И если вы в бизнесе, и вы успешны в бизнесе, и вы дома об этом рассказываете, и вы являетесь примером для окружения своих детей в первую очередь, и у них появится такое же желание. Они будут вас с вами брать пример, вам подражать. Считайте, как мне Василий в Чапоксарах сказал, вышел на сцену и сказал, вот я услышал сейчас нужные слова. Я в бизнесе, и мои дети у нас следуют от меня ген-бизнеса. И дальше у меня будут все в бизнесе. На этой роли он закончился семена. Так вот про ожирение. Вернемся. Понимаете, еще ведь какая ситуация, не только может быть ожирение, а вообще здоровье. Ну вот больной человек, он же очень зависим. Зависим от окружения, от семьи, от своих родственников, да? Если он еще ко всему толстый. Вот представляете, у него часто инсульты, инфаркты, как осложнение атерослероза. Вот такая туша. Вот она слегла. Слава Богу, допустим, выжила, да, после инсульта. Хотя, может быть, и не слава Богу, потому что качество в жизни будет ужасным. И вот эти 200 килограмм, которые надо несколько раз в день повернуть. Нету партнерсов на эти размеры. Нету насилок, чтобы отнести в больницу такого размера. Не знаю, как у вас, думаю, у вас пролеты лестничные не позволяют тоже развернуть настилки с 200 килограммами человека. А в больнице кровати тоже нет. Да даже клизму поставить человеку в 200 килограмм невозможно. Мы наращиваем наконечники 3-4 раза на 60 сантиметров, чтобы вообще дались туда, куда надо. То есть очень много возникает вопросов. Зачем же себя доводить до каких-то вещей, которым вы осложняет будете жизнь своим родственникам. Или вы видите своих родственников, которые угрожаемы по тем или иным болезням. Им, в первую очередь, надо помогать. Потому что они будут стареть быстро. И, естественно, у них будут болезни, с которыми вам придет Бог дальше бороться. Почему все-таки у нас много больных людей? В том числе и с ожирением. Ну, говорим про ожирение. Уже сейчас, может быть, это не совсем современно. Но начинали мы с того, что позиционировать эти продукты wellness от фирмы Oriflame для борьбы именно по снижению веса. Во всех программах снижения веса. Сейчас мы как-то можем больше расширить. Потому что не только надо идти об ожирении. Надо в целом говорить о здоровье. О здоровье-то у нас откуда оно возьмется? В России. Посмотрите. Мы едим. Что мы едим? Очень мало мы едим фруктов, мяса, более-менее рыба, много картофеля, хлеба. Потому что вот это вот много. Животные жиры больше всего. Растительных мало. Вот вам аргумент в пользу ваших вами. Недостаток белковых продуктов. Мясо, рыба, молоко, яйца. Все в дефиците в целом по популяции по России. Как это корректировать? Едим, естественно, на ходу хлеб с лутербродом, сыр. Сыр считают полезный продукт. Относительно, сыр это соленый и жировой продукт. Поэтому к сыру тоже надо относиться грамотно. Поскольку мы столько едим, то это все все-таки куда-то должно деваться. Во что-то это все превращается. Это же топливо, еда. Это топливо. Это не просто вкусно. Хотя это тоже важно. Удовольствие и еда – это одно из самых сильнейших удовольствий. Еще знаете два? Всего три. Не знаете? Нет. Цель, цель. Не сто, она дефекация. А как это надо? Это то, что в организме стимулирует и регулирует гормоны удовольствия. Да? Вот еда. И поскольку мы едим не то, что надо, но много по калорийности. Жиры дают 1 грамм 9 килогалорий. Знаете? Один из самых калорийных продуктов – 1 грамм. Углеводы – 4 килогалорий как белок, но их много по сравнению с тем, что потребляется белка. На первом месте в мире фактически россияне по количеству калорий. Не берем Америку. То есть мы потребляем больше калорий, чем нужно. Но в то же время у нас все равно есть дефицит по витаминам и по микроэлементам. И относительный голод по этим позициям. Вот здесь белок как-то я не включила, но подразумевается еще. Развивается относительный голод даже при таком большом съеденном объеме еды. Мы недополучаем нужных веществ, которые нужны для здоровья. Как всему прочему, мало двигаемся и в целом это все приводит к тем заболеваниям, которые называются алиментарно зависимые заболевания, связанные с пищевой нагрузкой. Ну, я думаю, вы знаете, что такое вообще еда. Хотя вот первые годы я сталкивалась и спрашивала, что такое белки. В лучшем случае мне говорили яйца и яйца, замолкали. Ну, вы теперь уже все это изучили, уже знаете, что это мясо, рыба, творог, яйца. Есть растительные белки, животные белки, грибы это белки, ласоль это белки, растительные белки. И, конечно, основные нутриенты, основные белки на первой минуте, жир и углеводы в соотношении с белками, фетамины и минералы. Это недолинимые факторы пищи. Зачем они нужны? Думаю, что тоже вы с этим ставите. Без белков организм не будет расти. Иммунитет формируется, это белковая природа, естественно, антитела, знаете, да? Такие же антитела формируются и в пище, в пище адресивный чужеродный фактор. Ее нужно превратить в свой. Если не превратишь ее в свой, то на нее вырабатываются антитела. Если их мало, в конце концов, развивается пищевая аллергия, как это и мог бы быть с другими вещами. Если не хватает белков, не развиваются гормональные системы. И, в общем-то, толстые мальчики это уже не мальчики. Они больше похожи на девочек. У них недоразвитие половых органов, у них развитие грудных желез. Вплоть до 2-3 размера грудь у этих толстых мальчиков. И, конечно, проблемы очень серьезные в плане будущего. Если все-таки не полечить лекарствами, диеты, спортом. И самое главное, не навести порядок в голове. Точно так же и девочки, которые приходят за большими плечами, с узким тазом, нарушением цикла, как бы угрожаемое в будущем по бесплодию. То есть, в общем-то, то, что занялась сейчас какая-то наша государственная такая машина стала заниматься здоровьем, это только плюс. И, в общем-то, из-за того, что медики стали во все колокола бить о том, что наше подрастающее поколение очень нездорово. До 18% детей, по данной нашей клинике, имеют ожирение. 18% — ну почти каждые 600. Представьте себе, в общем-то, какая это большая масса людей будет выбывать, уже будет не здоровым, не полноценным в плане даже выполнения определенной работы, учебы и так дальше. То есть, мы теряем народы. Нет лишних продуктов. Не надо увлекаться монотонными, допустим, диетами, монотонным питанием. Вот белки, например, очень часто есть вопросы из различных организаций, которые поддерживают вегетарианство. Что мы можем прожить без животных, без богов. Но тут просто человек как бы решает сам, как ему жить, и что он потом будет иметь на выходе, и какими болезнями будет болезнен. Потому что, в общем-то, ни одна наука это не поддерживает как наука. Хотя есть и общество, и лиги вегетарианские, и в Америке очень большое общество, и как бы оно научное. Возможно, есть, опять же, корректирующие витамины, препараты, смеси, много растительного белка. Но, по крайней мере, это не надо делать в отношении детей, пока они не выросли. Потому что без животного белка дети будут плохо расти и плохо формироваться. Жиры — это строительная функция, это мембраны, это энергия, это тепло, в конце концов. Почему зимой практически все немножко прибавляют в весе? Именно для того, чтобы сохранять энергообмен, поддерживать температуру в организме. Также и углеводы очень важны для того, чтобы дать энергию, для того, чтобы мембраны были пластичными. Очень много функций для углеводов, только не у простых. Простые, в первую очередь, это быстрая энергия для человека. Ну а зачем мы едим в целом? Для того, чтобы получить энергию и все пищевые необходимые вещества. Это единственный источник. Пища — единственный источник важных пищевых веществ. То есть ниоткуда вы это не получите. Ни из воды, ни из космоса, ни из солнца. Пока есть и такие предложения течения. И как бы вот опять тоже телевидение приходит с предложениями, что давайте меньше денег, будем больше на солнце, дома получаться, будем медитировать, будем вставать в позово определенную, и получать энергию космоса. Я помню, вам рассказывала. Они мне приходят и говорят, я сейчас руковожу отделением. Они приходят, дайте нам это дью. Я говорю, какой? Ну вы же боретесь с тяжелением. Я говорю, да. Ну вот мы вам метод предлагаем. Мне надо вообще ничего есть. Надо встать на колени. У руки вот в окошко открыть одно. Руки вот так подставить, да. Вот вам там связь у вас образовалась. И вы почувствуете сразу прилив энергии, сил. Я говорю, как вы думаете? Я вот здесь хожу в калате. Меня больные знают. Я сейчас в коридоре у меня на колени поставить. Будете снимать. Давайте вот вам через дорогу, там, в Центр психического здоровья, вот вы туда идите и вам там все. Все вам дам объяснять. Отсюда вытекает из обеспеченности. Это не просто слово, вот задумайтесь над ним. Это не просто наездка. Это не просто утолить голову или там плохое настроение. А это знать свои потребности и вот именно обеспечить себя пищевыми веществами. Поэтому отсюда, если вы обеспечиваете себя, хотя бы даже вот в практическом смысле. Как вы себя чувствуете? Какое у вас здоровье? Какая у вас форма? Начните от последнего. Потому что, конечно, вы мне сейчас скажите, что такое обеспечение? Я вам, как научный сотрудник, буду говорить, что да, я должна вас взять на аппарат и посмотреть ваше состав тела. Сколько вам жира? Сколько сделать основной обмен? Сколько вам нужно калорий по основному обмену? Сколько вам надо лично? Сколько вам конкретно белка, жира, углевода. А потом еще одеть вам аппарат на сутки, чтобы вы походили. Сколько вы тратите калорий по физической нагрузке? Это, конечно, наука и это сложно. Поэтому вы, если хотите, приезжайте, мы вам все это сделаем. И уже сейчас будут клубы «Здоровье», «Дома здоровья», «Центр здоровья». По-моему, их было 520 по России, организовываются, государственную поддержку будут иметь. И мы там все, то есть наш институт, не я лично, а наш институт, их все будут курировать. То есть программы, которые они будут предлагать, они будут и наши институтские. А вы спрашиваете, кто рекомендовал? Не Путкин там или не частный диетолог, который сейчас море в руки, да? То есть посмотрите, в нашем ток-шоу только институт питания. Правда? Мы поддерживаем, мы идем на эти жертвы, потому что это очень затратно. Это фактически, я если ухожу туда, то это на весь день с работы, потому что очень много записывают, показывают всего 5 минут, но никуда не денешься, у них такой формат, да? Тем более сейчас изменился, подменялся там ведущий, там Ольга Будина. Она актриса, она не тот кураж, как у полиции Марка, поэтому ей довольно сложно, мы там ей помогаем. Ну, это как бы не наша проблема, мы обязаны там свое дело сделать. Вот, и кто за твоей спиной, кто за рекомендации имеет значение, будьте с этим аккуратны. Развелось, ну, море просто этих частных диетологов, частных рекомендаций, ни на чем не подтвержденные. Малахов, ночь и слезы, вот сказала, и мне настроение испортилось сегодня. Опять же он вернулся, ну, опять же, ну, не подтопляемо. Да, и слышу я это, еще с Ангелиной там сует, там, ну, что за бред вообще. Услышал рекомендации, у вас окнина? Значит, берете свежий творог, режете красный репчатый лук, растереть его как следует до сока, смешать творог и приводить к шею. Ну, я, конечно, не знаю, может быть, есть такое народное средство, но я думала, что маска. Маска хорошая, да, такая, для шеи, да, держать. Так вот, если не будете болеть, будет хорошая форма и продолжительность жизни напрямую от этого горит. Любая болезнь укорачивает жизнь, любая, потому что, что такое болезнь? Это срыв. Срыв всех защитных сил организма, всех компенсаторных тормозов. Все полетело, вы заболели. Или это после стресса и переохлаждения. Любое переохлаждение ведет к обострению вирусных разных, вот вы вдохнули вирус, вы с ним ходите, но вы пока не переохлодитесь, вы не заболеете. Просто нет, это не всегда вирусные или бактериальные заболевания. Переохлаждение провоцирующих факторов. Вот пока вы ходите и справляетесь, вы получаете достаточное количество средств, чтобы с этим бороться. А что это за средства? А это те же белки, только хорошо усвояемые, да. И если вы заболели, вам тоже нужны белки, чтобы быстро сформировать какой-то такой ряд антител, чтобы справиться с инфекцией. А это только третий день после болезни. Да, даже антипила сформируются только на третий день. А пищу-то нужно в этой жизни получать легкую, когда температура. Вот вам вариация вашего коктейля. Я не буду говорить про супы, мы их не исследовали, даже не спрашивайте. Потому что я знаю, что будут вопросы, я пробовала, у меня там есть свое мнение. Но белки хорошие, которые нужны для здоровья, есть как цели. Животные и растительные в правильном соотношении. В супах там только растительные. Поэтому у вас есть выход из положения. Обычно больной человек ничего есть не хочет, да. А тут даже после операции старенькие, после онкологии и химии сил нет, аппетита нет. Люди после химиотерапии умирают от голода. Ну, как бы болезнь болезнью. Но ко всем прочим еще и не едят. Поэтому с двух сторон атака на организм. Подкармливаете легкой пищей, которая не требует затрат на пищеварение. Человек не тратит в тело. Причем, когда болезнь, не хочется. Ни куска мяса, ни котлеты, да. А что-нибудь тюренького. Вот у вас замечательная черность подружка. Ну и естественно, если будете в хорошей форме, это и есть вот это вот одно из ПФ. Профилактика. Профилактика развития хронических заболеваний. Даже если они у вас уже есть. Хронические какие-либо заболевания, любые. То надо строить такую программу жизни, чтобы они, как можно, реже переходили по зонам. Ну и вот варианты недостаточности питания. Это как бы я включаю, потому что коктейли могут применяться. И вообще оптимальное питание, оно нужно ведь разным людям. И у вас есть, среди вас есть, их очень худые. И даже, возможно, есть у кого-то случаи с аналексией. Ну и так дальше. И тоже надо кормить. И кормить их правильно. И еще чаще, и еще меньше, и еще более обработанной пищей, чтобы она усваивала. Потому что у них кишки-то не работают. Кишки уже работают. Кто слушал с экстерна, видел это, и его лекции, он всегда показывает эти ворсины. Я до этого еще пока не дошла, потому что россияне люди впечатлительные. Если им все показать внутри, так вообще их ничего не будут. А кишка-то, это же, знаете, как извитой такой вот механизм 23 раза перекручен, и еще там ворсины. И вот они все всасываются. Как шкальрабиком, примерно так. Такой вот тост в кишке, а вот это вот все ворсины. И они все всасываются. А у людей, у которых, допустим, операции или какие-то заболевания, или уже голодание очень длительное, и эти ворсины погибли, им нечем всасываться. Осталось там сколько-то, чуть-чуть этих ворсинов. Значит, коктейли им тоже подходят. Не для того, чтобы, может быть, поправиться, а для того, чтобы выжить, жить и как-то существовать. Ну, естественно, опирайтесь на то, что вот что для нас, для всех важно, да? Есть ли у нас проблемы со здоровьем? Как хорошо выглядеть? Я с чего начала эту лекцию? Я хорошо выглядела и, в общем-то, как бы заметно. А ведь, видите, прошло практически два года с лишним. За два года мы только себя где-то приводим в порядок какой-то. Мы лишним, помимо веса. И, естественно, у вас, ну, это вот про старт я не говорю. Я говорю, я имею в виду жизненный старт. Вы, может быть, имеете в виду бизнес? А я-то имею образование в плане питания. Дети должны знать, что они едят. Вот сейчас посохлого блока много, я, значит, с ними занимаюсь. Старшей внучке уже 13 лет, она мне уже вопрос задает, какое питание, как посчитать калорийность рационная. Взяла себе такую курсовую работу там по диалогу. Ну, замечательно, мне только приятно. Она стала лучшей в шкурт, получила приз. Потому что здесь никто ничего не знает. Не знают ни белки, ни жиры в лучшем случае. Вы, кстати, знаете чисто жировой продукт? Сало. Да, еще. Растительное. А сливочное? Нет. 80%? Да, не чисто. А чистые углеводы? Сахар. Сахар. Мукосложные углеводы. Да. И там распределители бывают, мякая мука, да, и витамины там бывают. То есть это уже продукт. Поэтому задумываться об этом надо. И, опять же, какие-то, 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 белки, белковые продукты. Они никогда не бывают чисто белковых продуктов. Белок и яичные. Белок и яичные. Там 0,2% жира. И грамм. Преимущественно можно брать белок. Мясо. Вот сейчас у нас может быть свойство. Сейчас я посмотрю. Ну, например, на 14 граммов белка в говядине, 100 грамм говядины, будет 7 граммов жира. И составить диету очень в молотке. 3,2 жира, 3,5 жира, 6% молоко и так дальше. Как жира? По жирности молоко. А грибы? Белковые. Грибы. Но они тоже нечистые, чисто белковые. Там есть белок, грибы и очень мало количества жира, что равно. Вот это учите, вот читайте, интересуйтесь. Какие более усваиваются? Грибы хорошие по белку и по аминокислотному составу. Порошие, но они плохо всасывают. И не у всех есть фермент, который на эти грибы, как бы, будет иметь точку приложения расщеплять, причем эти грибы тяжело. То есть, посмотрите, за границей грибы едят только практически в виде супов-пюре. И едят только шампиньоны. Только русские люди собираются за границей грибы. Только русские люди купаются в море. Ну, итальянцы немножко еще. В основном все купаются, иностранцы, и американцы в бассейны. Но они не хотят ни рыбешек, ни крабов, ни мулен, ни акул, ничего, ни медуз. Ну, вот они загорают в море, а купаются в бассейнах. Так же, как грибы. Они едят только те, которые вытащены на промышленность. Кем можно смотреть за почвой, чем подкармливаешь, делать анализы, какие-то, да, токсические вещества, на то, на то, на то количество белка. Ну, понимаете, вот другая культура. А мы идем в лес за здоровьем. А этот лес там, я не знаю, после Чернобыля или чего-нибудь еще, если вдоль дороги собираем. Так что, в общем-то, неисчерпаемая тема. Неисчерпаемая. Я не знаю, когда меня реклама отпустит, когда вы все уже будете на моем месте и все все противовесказывать. Но, в целом, этим надо заниматься всю жизнь. Каждый день читайте свое руководство. Замечательно. Вот перечитывайте его уже после лекции. Послушайте лекцию на интернете, почитайте руководство, потом с конца его почитайте, потом с середины почитайте. Обязательно все отложится и какие-то... Вы будете уже свои иметь наработки, что ли, да? Нужно вот прожить с этим проблемой, с этой интересоваться. Это так же, как вы учите ребенка. Чистить зубы, садиться на горшок, там, за стол. Это долгий же процесс. Когда там год, полтора, два, три к садику, да? У них все в садике идут, умеют и есть. Точно так же и образование. Постоянное, постоянное, повторимое, повторимое. Ну, как систематизировать еду, вы знаете. Пирамида питания уже немножко отошла. А я тут у вас не все время отнимала, да? Нет, хорошо. Девушки. Пирамида у вас должна сейчас ассоциироваться уже с позициями по количеству. То есть больше, вот то, что внизу. 6,8 порций даже сейчас уже не так актуально. Если эти 6,8 порций, то 150 грамм порция. 200, не больше. То есть в день вы должны получать овощей и фруктов где-то 600-800 грамм. Злаковых где-то 300. Но злаковые не то, это не хлеб. Это замоченные зерна. Это вот я была у стексте, но у них такой стол здоровья. Это стол здоровья, там разная крупа, горох. Ну, вот этот сушеный горох. Рис коричневый, неочищенный. Различные крупы, которые надо замачивать или добавлять в салаты, в супы. Просто ложку съел, выпил. То есть наполнять кишечник, наполнять желудок. Несколько аргументов. Во-первых, вы этот самый перекус. Да в кефир положите две ушки замоченной перловки гречки. Все равно перловка замечательная каша. Не всасывается, он дает чувство насыщения, тяжести в желудке. И, как бы, такого успокоения. Вот, знаете, здесь надо найти кураж. А я вот так буду питаться. А я вот так хочу. А я вот сначала съем из салата, выпью стакан кефира. Пойду в душ, позвоню маме. А потом приду и подумаю, надо ли мне есть котлету. Или там борщ или жареную картошку, да? Вот подняться чуть-чуть выше своего аппетита. Чтобы не аппетит вами управлял, добежать быстрей. Троллей бы задержался. Звитесь в метро, толкать меня. Звитесь, потому что супа хочется, там чего-то хочется. Вот эти акценты. Сложно. Очень сложно это вот менять. Это работа над собой, это самое сложное. Но без этого никуда. Но вот это вот то, что две-три порции в день по белку, это должно быть так вот, чем наше. Сейчас современный вообще зарубежный мир показывает, у вас в каталогах есть модель как тарелки. Да, и она работает. И она вот так должна выглядеть тарелка. Большая тарелка с большим количеством разного цвета овощей. Обязательно есть помидоры, если есть возможность. Каждый день. Или томатный сок. Или даже сам томат. И кетчуп. Кетчуп, правда, соленый. Но что-то вот и помидорное есть как можно чаще. Там есть лейкопены, которые являются процептивными, но предупреждающими онкологические заболевания. Поэтому помидоры обязательно. Перцы обязательно. Особенно оранжевые. Больше всего каротина в оранжевых перцах. Все салаты. Вот эта капуста. Шпинат из парша. Не зря за границей ее едят каждый день. Там даже не обсуждается. Там просто это готовится во всех столовых. Это уже привелось население ест на гарнир шпинат. Делает шпинатовый суп. Делает шпинат как гарнир. И так дальше. Рыба и шпинат у них как правило традиционные блюда здорового питания. У нас это пока культуры нет. Потому что я еще считаю, что во-первых, это не много самих продуктов. И во-вторых, нет знаний. А зачем? А именно для того, чтобы профилактировать и онкологические заболевания. И с сахарным диабетом полезные есть вещества типа инулина. И микроэлементы типа хрома, которые предупреждают развитие сахарного диабета. Ну и масса-масса всего. Это тоже можно найти, если хотите, по продуктам есть всякие в интернете данные. Но тарелка должна выглядеть так. Вот такие плохо обсасывающие волосы, необработанные. Видите, рис. Здесь может быть крупа любая другая. Здесь может быть просто замоченные хлопья овсянки. Здесь может быть больше салата. Это белковые блюда. Они любят почему-то белое мясо. Конечно, белое мясо содержит много трептофана, который вырабатывает серотонин, создает хорошее настроение. Они диетическое, они такой калорийное и так далее. Поэтому, в общем-то, вот это модель здоровой тарелки. Сюда надо включать, конечно, бомбы обязательно. Пирядки. Это не каждый день. Ты не устанешь, не надо. Я имею в виду, что здесь нет сосисок. Здесь нет колбасы. Здесь нет жареной яичницы. Потому что если даже составить рацион одинаковый, но с разным способом приготовления. Вот представьте, утром допустим яйцо вареное и жареное. Злаковый хлеб и белый хлеб. С маслом или, допустим, без масла. Сыр или, например, ложка творога на этот утром рот. Дальше у вас в обед кусток жареной курицы или кусток вареный. Одно и то же. Картошка жареная или, допустим, цветная капуста паровая. Компот или ваши любимые заготовки на зиму, которые ничего кроме как в Рязани несут. Ничего там нету. Сиропчик сладкий вы пьете, а не витаминный. Да? И, допустим, сухофрукты или настои сухофруктов или ваш коктейль как десерт. И вот так же вечером. Вареное мясо кусок или жареное. Картофель жареный или картофель всегда отварной. Даже отварной меньше, это химический. Или рис, допустим, будет ложкой. А лучше всего салатой. И стакан кефира. Замечательный, легкий ужин. У вас разница будет в 700 калорий в сутки. Сейчас поговорим. Хорошо. Вот это я как бы, да, рассказала уже вам. То есть, способ приготовления продуктов влияет и на качество пищи, и на калорийность, и на пищевые вещества, которые в них содержатся. Поэтому, естественно, аэрогриль, запеченные в духовке, парокоя лучше, чем жареное. То же самое, потеря, просто прибавки, чтобы вы знали. Это аргумент в добавке. При варке теряется и белок, и натурируется. Потеря белков до 30%. Минеральных веществ тоже 10-15%. Калево в овощах вообще 60-60%. Варите винегрет, считаете его полезным. Ничего там полезного нету. Значит, на пару только что-то делать, и все равно не получите пищевых веществ только сколько надо. Ни белков растительных, ни витаминов, ни минералей. Все вымывается. Естественно. И, естественно, это давно известно. Так же, как потеря витаминов. Почти 100% во всех композах. Аскорбинка теряется 95-100%. Более того, она еще разрушается при хранении. Более того, она разрушается при пищеварении. Она уже во рту начинает разрушаться. И не верьте этим свежим дыжатым соком. Ну, сколько там сосет? Ну, вы получите больше проблем, потому что очень высоких гликемических. В стакане сока апельсинового 3-4 апельсина, да? Вы столько не съедите. Вы съедаете апельсин. А выпиваете 4. Да еще лишаете себя полезных пищевых волокон. Вот это все. Еще протреживаете этот сок. Чтобы он вообще не было никакой крупиночки. И что получается? Вроде как бы оздоравливаемся, а получается, что толстеем. Ну, и жарко, естественно. Жарко приводит и, во-первых, потеря белков серьезная. И те же минеральные вещества и витамины все теряются. Но, но канцерогенные свойства уже доказаны. Почему в Макдональдсе или какие там еще есть пончики, всякие чебуреки, уже практически не чувствуете горелого масла, да? Потому что они мешают пальмовое масло с другими растительными жирами или с растительным маслом. Получаются так называемые трансжиры. Они могут использоваться очень долго. Многократного применения. Ну, во-первых, это безумная калорийность. 9 калорий, и вы их не заметите. То есть в этом пончике вы съедаете пончики. 200 калорий сразу получили. Тестные угли будут. Так вы еще и угрожаемы по развитию онкологических заболеваний. По соли. Соль важный микроэлемент. Но чтобы снизить, во-первых, уровень жидкости, у нас пациенты на нашем безсолевых диетах практически первые сутки теряют больше килограмма. Ничего почти, ну как бы получая калорийную диету, но диета сразу не действует, да? Только за счет соли. Литр-полтора. Большие люди, которые за 200 кг, 2-3 литра жидкости теряют. Не нужно столько соли. Естественно, повышение соли задерживает жидкость, повышает давление. Больные гипертоники у нас даже отказываются от препаратов. Только за счет того, что они убирают соли из актуона. Не досаливают, а пища готовится без соли. Это и отеки ног, это всякие сердечные дела. И, естественно, снижение массы тела. За счет чего? Не просто за счет того, что жидкость потеряли. Мы как раз этого и не очень хотим. Это быстрая потеря массы тела. Она не полезная. Надо, чтобы жир ушел, да? Но это снижает чувство аппетита. Несоленая еда кажется невкусной. Съедите меньше. Поэтому это основное правило здорового питания. То, что нужны вещества, минералы. Все вы знаете, у вас эта таблица есть. Это просто как бы закон фирмы. Нужно это показывать, чтобы напоминали, вспоминали. Это действительно так наука подтверждает, что действительно, когда мало витаминов, это очень высокая утомляемость. Это заболевание простудными и другими инфекциями. Сами знаете, чуть заболел, бежите пить аскорбинку. Выжимаете лимон и пьете большие дозы аскорбинки. Сейчас есть астоксантин. Можно работать с астоксантином. Хороший антиоксидант. Витамин С тоже работает как антиоксидант в этом случае. Механизм. Какой механизм? Аскорбиновая кислотит при простуде. Антиоксидант. Никакой больше. Ничего там другого нет. То, что витамины нужны для жизни, в общем-то, уже доказано наукой. Уже третье столетие это есть. Съезды витаминологов проходят. Даже в самый сезон, в августе, в сентябре месяце, люди дефицитные аскорбиновой кислоте. Легкие гиповитаминозы, но они есть. Поэтому аргумент приема круглогодичного витамина, ну, просто может быть меньшей дозы. Вполне правда. Потому что дальше эти будут просто гиповитаминозу загубляться. Витамины нужны и для того, чтобы переваривались углеводы. Профилактика заваривания, ну, и, естественно, другие пластические строительные функции. Вы имеете хорошую модель, набор такой витаминов в виде велнес-пэка. И мужской или женщины, в общем-то, это все есть у вас в каталоге. Витамины нужны и для кожи, и для иммунной системы, для работы сердца, мышцы, зрения. Все правильно. То, что они немного изменили на формула в пользу мужчин и женщин, тоже, как бы, это есть во многих других компаниях. Но хорошо, что это есть. Если вам будет интересно, будем об этом говорить. Пока как вы это знаете. Просто меня, на первую очередь, устраивает вот такая комбинация, когда можно иногда, допустим, не завтракая, выпить чашку кофе с молоком. И я знаю, что… И я выпиваю все сразу. И пошла на работу. Потому что я знаю, что жирно-растворевые витамины поддерживаются жирными кислотами, они состутся, они будут работать. И, в общем-то, хороший с утра определенный доступ. Да, можно говорить о нормах потребления. Очень много вопросов. Мы все разные. Да, обмен веществ у нас разный. А здесь, как главная норма, на всех. Подбирайте сами. Начинайте с одной. Я пью два. Особенно в перелетах. Мне не хватает. Два пакетика. Я пью два пакетика. Но если есть другие витамины, я могу выпить два витамина. Замечательно. Четыре. Норвежцы пьют восемь. А вот стексатин, да, я слышала, говорила, что можно добавлять особенно пожилым людям смело-амедокринги. Можно. Да, да. Вы меня не пытайтесь. Я сотрудник научной. Я буду говорить о том, что мы испытываем, что я имею право. Дальше мы поговорим о моем личном опыте. Ладно? Ага. Так. Антиоксидант, астексатин. Просто у шведов есть эта водоросль. Ничего такого, прямо как одно время, прямо, я не знаю, возгущались. Почему астексатин? Да не почему. Потому что он у них есть. Они хорошо относятся к своей истории. У них идеальная экологическая среда. Идеальная. Я была сейчас в этом году в круизе, ездила Швеция, Норвегия, Даня. Мы были в Тараке, где ездили заводы. И тут же рыболовецкие заводы. Тут же. У них такие сооружения, и они куражатся, они едят свои креветки из своего вот этого самого залива, на берегу которых стоят вместе с природовщими заводами. Но они и не боятся. И вот там у них есть еще и этот самый... То есть они за свою среду борются. Вот они нашли эту водоросль, счастливы, что у них есть свое сырье. Причем посмотрите, как они относятся к качеству своей продукции. Вот оно чуть-чуть у них там пересушилось, и вот сейчас нет астексантина. Они, госты там у них как наши, а у них свои требования, да, они не пустили это. А русские вы что сделали? Да пройдется! А что ж мы так потеряем? Деньгата, да? Да, значит, как бы они обещают, что будет усилен эффект антиоксидантами чернейти. Ну подождем, посмотрим. Но, в принципе, обоснованно и малости что придумали. И действительно, астексантин он и так эффективнее, чем витамин Е. У нас всегда раньше в программах таких называемых антиейжиковых, ну противовозрастных программах, знаете, обычно косметологи это двигают там свои аппаратные, косметические кремы там и все так. Но есть уже и программы там обращаются к нам, как мы векции почитали, какие продукты замедляют старение. В первую очередь, конечно, это обеспеченность пилком и антиоксидантами. И мы давали всегда витамин Е. В доппельгерц было 200 миллиграмм, там 200 единиц. Такие капсулы всегда назначали женщинам там после 45-50. Это действительно он работал. В любом случае он хорош. Он хороший для беременных, он хороший для подростков, которые растут, потому что помогают на синтезу половых гормонов и как бы предотвращают старение. Это же мы убираем от старости. Куда ты от этого не денешься. А старик мы начинаем с 20 лет. Всклетки у нас уже начинают погибать. Поэтому антиоксиданты нужны. И именно это будет отличаться, как бы сказать, уровень, ну вот мы говорим уровень жизни, да. Но уровень жизни это же не просто квартира, машина, бриллианты. Это еще здоровье. Ну я, например, всегда очень клинично смотрю, когда на приемах вся в бриллиантах, в мехах, в кружевах, с толстой спиной, тетка, и она считает, что она вот такая крутая. А мне как-то стыдно. Я думаю, ты при таком уровне жизни могла себя привести в порядок и уже одеваться и показывать все свои как-то более достойно, что ли. сразу видно, чем неграмотный. Он ест всю игру, которая на столе стоит. Например. У меня была такая пациентка. Я ей рассказываю, рассказываю. Пришла такая красивая, но такая толстая женщина. Она молодая. Она мне там рассказывает дальше на рубленке, как она в бассейне плавает, и как она занимается. Ну результаты как-то. Ну она покупает килограмм на стол. Что надо делать? Я говорю, ну пассейн замечается, баня замечается. Там вы же, если вы, как же, как же. Я думаю, что бы не сломалось все с этим весом. Замечает. Я думаю, что если кто-нибудь ее скатит на санках, она считает, что это она спортом занимается. Она ей рассказывает, рассказывает ей просто здоровый завтрак, про салатные листья. И все. Она мне потом говорит, ну а с чем же я и круто буду есть? Мне все запретили. Все. Головой все там в порядке. Омега-3. Омега-3 знаете, да? Полезное вещество. Нужная, незаменимая аминокислота, которую мы как бы недополучаем, очень давно известно. Просто сейчас как-то она стала на волне популярности в очередной раз. Хотя всегда это было. Рыбий жир даже рай не добавили, да? Да. Знаете. Вот у вас есть новый внутрикомплекс тоже. Если будут вопросы, как бы можно будет поговорить. Ну как бы ничего здесь такого нет. И, конечно, все это должно подкрепляться определенным количеством продуктов, которые содержат жир, железо, цинк. Ну то есть как бы продукты здорового питания. Поэтому в целом, в целом вы сами можете оценить свое здоровье. Это тоже схема есть. В целом вы должны знать все равно, что вы из себя представляете как организм. Какие у вас есть риски по здоровью. Как вы себя чувствуете. Какая работа способна. Никто не отменяет диспансеризацию. Никто не отменяет медицинских контрольных здоровья. Пожалуйста, это все вы обязаны делать. И делайте. И дальше, как только возникают какие-то звоночки, нарушения, принимайте. Поэтому правильное питание – это здоровье в целом. Профилактика болезней с помощью питания не обсуждает. Это уже сейчас правило аксиома. Но здесь вот я хочу вам показать, что здоровые люди нуждаются тоже в профилактике с полноценным питанием. У вас многие будут говорить, я здоров, зачем мне это надо? А вот я когда была в Чебоксарске, видела в зале, сидят молодые ребята, лет по 25-20. Я говорю, а зачем вы пришли? Было, наверное, человек 80 мальчишек. Худых, здоровых, спортивных. Они приехали на мою лекцию, я не знаю откуда. Из Коминска, Халина. Приехали послушать. А они мне отвечают, хотим быть здоровыми и дальше. Это был такой хороший урок, что я когда приехала и рассказала. в головной фирме, они ухватились за это. И вот теперь мы вот такой вот лозунг, теперь его и продвигаем. Так что вы тоже нам помогаете. Значит, что такое, в принципе, баланс энергии? И что как вообще себе хотя бы составить? Вот вы должны знать свою потребность в белке хотя бы приблизительно. От своего нормального веса вы должны отталкиваться. Не от имеющего, это и от нормального. Рост минус 100 хотя бы. Не надо заморачиваться по индику. Если, допустим, там, не знаю, 170, то вы 70 кг. Возьмите рост на 170 примерно в виде. Значит, вы должны 70 грамм белка получать. Вы пишите себе на листочке, сколько продуктов вы каких съедаете. Соедините белковое блюдо в одну табличку. Посчитайте количество белка. Чтобы примерно хотя бы вы знали. Что приходит нам в клинику? Мы уже знаем подсчет. Химическое качество. Люди смотрят в тарелку, видят порцию. Что они едят, в каком количестве. И тогда они понимают, что такое нормальная порция. А так, конечно, очень сложно. И дальше уже по отношению к этому белку только 0,8 г углеводов. Что же должно быть меньше? 4,5 г углеводов. Вот это сбалансированное. А когда мы говорим о несбалансированном питании, значит, допустим, на 1 г белка будет 2 г углеводов. Будет 4,5 г углеводов. И плюс формулы питания в жир и углеводы. Оттуда идут, конечно, если нет хороших инсердократ, то большое поступление энергии приводит к тем болезням, о которых мы сегодня говорили. Это вы знаете все, да? Нужно принимать энерг вовремя. Сейчас уже вот на Стокольской конференции даже вот эти параметры увидели. Уже окружность талии мужчин только 100 см, а женщин 85 см. Вот это считается здоровьем, нормой. А все остальное это уже не норма, это уже много. Значит, надо принимать меры. Кроме того, конечно, нужно не только знать свой вес. Сейчас уже наука продвинулась вперед, надо знать уже сколько жира в органели. Идите в фитнес-центры, идите в медицинские центры, делайте биомпинанс-метрию, потеряйте количество жира. Бывает при нормальном весе большой процент жира. Просто неправильное питание, но вы не приварили в весе за счет мышечной массы. У вас там процесс жира просто пока еще отложился, пока еще не такой большой вес. Увеличивайте количество белка в любом случае, и он вытянет у вас жир. Потому что похудеть можно только на высоко белковой диете. БАДы использовались всегда. И они дальше будут использоваться. И сейчас уже, опять же, вот на нашем съезде ученые говорили о том, что нужно опять вернуть доверие к биологически активным добавкам, к смесям. Потому что, к сожалению, были 90-е годы. То есть был вот этот наплыв, в том числе и Гербалайфа. Работали неграмотно, работали не врачи. И сама фирма это все бросила как бы на самотек, да. И вот это вот спроси меня как похудеть. И три значки, кио, 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 кио. Все мы с этим столкнулись. К сожалению, в общем-то, в принципе, неплохая продукция. Они сейчас у нас решили реабилитироваться. И прошли такие же испытания, как Алиплей со своим коктейлем. Мы испытывали их всю программу. Писали статьи, выступали. В общем, все. У нас есть свое научное представление. Наконец-то они спохватили. Вот. Значит, смеси есть у всех. Ямвэй, вы знаете, да? Имеет смеси. Может быть, кто-то еще. Я даже в это не погружаю. Но Гербалайф уже к нам пришел. Тоже просит тебе лектора. Только говорит мне Ольга Николаевна. Потому что она лицо Алиплей. Не захотели. Но я их как бы и не могу. Но вот они хотят. Теперь просят они себе лектора. Потому что надо работать с аудиторией. Они должны грамотно и понимать, что они дают. Не просто так вот похудеют. Уже люди сейчас как бы другие немножко стали. в нашей стране. Что мы делали с коктейлем? В общем, вот три года назад Алиплейм к нам обратилась. Там же появилась эта продукция. Она появилась в других странах. Россия очень заманчивый такой рынок. В общем, решили внедрять все в Россию. Естественно, все, что укладется в рот, должно получить одобрение и разрешение института питания российской академии медицинских наук. Они обратились к маме туда. Мы этим занимаемся. Это наша работа. Мы многие продукты проверяем. Хемический состав нас очень устроил. Устроило, что это хороший белковый продукт. Это практически как полтора яйца. Мы сейчас посмотрим таблицу. Это будет, в общем-то, очень приблизительно к творогу, по белку. Но здесь есть полиненасичные жирные кислоты в хорошем количестве. Здесь есть пищевые волокна, в том числе нерастворимые, которых нам всегда не хватает. Может быть, они у вас, вот на практике, у кого-то метеоризм или даже поносы, это вот за счет этих волокон. Они набухают, они привлекают воду на себя. Они именно дают чувство насыщения. Это именно волокна дают чувство насыщения. Как вот раньше, может быть, кто-то из вас уже и на себе испытывал, принимали таблетки сметилцеллюлеты. Может быть, да? Есть у вас такой грустный, наверное, опыт. Потому что осложнение очень много. И это вот та самая лактулота. Нас устроила калорийность низкая и, конечно, низкий гликемический индекс. Таких продуктов очень мало. И тот же гербалайский коктейль не имеет ни низкого гликемического индекса, большую калорийность и больший состав самого продукта. У них коктейль как еда. У вас это белковый дополнительный корректор метаболизма, или, как мы говорим, дополнительно влияющий на обмен веществ продуктов. Да? Понятно что-то? Я что-то за умное сказала. Понятно. Не знаю. Не помню. У вас коктейль как еда, как завтрак? У вас коктейль как еда, как завтрак? Ну, наверное, нет. 55 килокалорий. Да. Мы будем говорить о перекусе. Вот, вы смотрите, количество белков в продуктах, да? Вот одна порция съемая здесь, две вы сделаете, 15. Вот, считайте, 100 грамм говядины. Больше, чем, почти как два яйца, да? Две порции, как 100 грамм коктейля. Ну и так дальше. То есть очень хороший белковый продукт. Причем чисто белковый. Там нет жира. Да? Там неусасываемые углеводы, которые... Оттуда низкий гликемический индекс. В гербалайковском, если уж хотите, не знаю, какие там еще другие вы будете спрашивать. Я даже, как бы, этот вопрос не обсуждаю. Это не наша тема. Но это спокойный, легко усвояемый, как мы говорим в науке, с хорошей пищевой доступностью. Телефон всасывающий продукт не требует сложности для органов пищеварения. Поэтому пока... Не слышно. Не слышно. Не слышно. Пока телефон кто-то не выключит, слышно не будет, на самом деле. Не слышно. Есть Irishronicенка нахуй, там слышно. Может быть, это не телефон, а что-то другое, господа. Обратно верните, пожалуйста, эту табличку. А можно на одну секунду обратно? А что, а что вам интересны? Граммой. Почему написать? Да, это реально, это самое. Никто не работает. Здесь еще можно отшел, как бы я вот сейчас подумала. Из этого слайда вытекает еще определенное состояние. Вы не дадите никакую токсическую дозу белка. Очень многие говорят, а как вы его отрежаете? Если как бы это хорошо для человека, если нет никаких отклонений здоровья, если не повышается азот в крови, то есть не растет материна, не страдают кожи. все лишнее выведется. И это не тот белок... О, как хорошо стало звучит. Это не тот белок, которого надо бояться. Это не белок мяса и даже не белок яйца. То есть, посмотрите, куриное мясо более высокое по белку, а съедаете же не 100 грамм. И что-то никто не думает, да, что я съедаю 34 грамма белка. А тут уже начинаем высчитывать, как это, 3 пульса. Это много. Ну да, видите, какая хорошая мысль появилась. Значит, что мы делали? Многие, наверное, знаете и читали, но расскажу быстренько. Мы научные учреждения, естественно, должны оценивать... У нас было задание на снижение массы тела. Как люди худеют, не худеют, и как это можно ввести, как это пропагандировать, как это вводить в разные рационы. Ну, то есть, легализовать то, что говорят шведы на территории России. У нас свои подходы есть определенные, как мы считаемся с доказчиком, но, как в любое научное учреждение, мы оцениваем еще параметры здоровья. Мы не просто взвешиваем до и после, а мы еще как-то оцениваем, как это влияет на здоровье, чтобы это еще был один пример доказательности взаимодействия питания и здоровья. Значит, мы брали, и что мы смотрели? Мы, конечно, смотрели, как меняется масса тела, то есть, как они худеют. А худеют они все равно в клинике хорошо. Они на такой диете на 1400 кг лоли на 6 разовом питании. Они в любом случае купили. Но мы туда ввозили и коктейли. Ну, и дальше смотрели, какие есть изменения. Естественно, мы смотрели, как меняются жиры крови. Называется липидограмма. И я вас очень прошу всех знать свою липидограмму. Раньше были более подробные лекции, потом стали бояться медицинской части. слишком такие они у нас были в медицинской. Но липидограмма – это холестерин. Это три глицериды. Это холестерин хороший и плохой. То есть, высокой плотности и низкой плотности. И коэффициент – это эрогенность. Эта липидограмма вы все должны знать. Это современный уровень отношения к своему здоровью. Помимо знаний, какое у вас давление, какой у вас сахар. сахар крови, вы должны знать еще, какой уровень жира. Естественно, мы смотрели уровень инсулина и глюкозы, потому что это предшественник диабета. И нам было важно, что пациенты, которые получают коктейли, не меняют показатели сахара крови. Как это им помогает поступать? Они теряют вес и они нормализуют свой сахар крови. Сейчас очень важно оценивать показатели качества жизни. Ни одно международное исследование не проходит без этого этапа исследования и изучения. Потому что можно так долечить пациента, что он ослабеет. Или у него будут истерики, депрессии. То есть, качество жизни изменится. Лечить надо и создавать условия жизни, такой образ жизни, чтобы это не ухудшало его уровень жизни, качество жизни. Чтобы он не ослабел, чтобы он не стал неработоспособным, чтобы он не слег, не заболел и так дальше. Это все называется качество жизни. Потому что жизнь, она у всех разная. Не надо ее ухудшать. Было 60 человек в целом. Из них 30 человек получало коктейль. Все эти человек были в контроле. Примерно одного возраста, примерно одной массы тела. Ну, это где-то вторая степень ожирения. В основном были женщины. Что мы делали? Ну, я уже сказала, что все пациенты были на одной, на одинаковой диете, на низкокалорийной. Примерно эта диета у вас есть в каталогах. Вот то, что там написано на завтрак, яйцо, салат, чай или там йогурт, на обед рыба, овощи, чай, да, и на ужин мясо, паровые котлеты и салат. Это примерно 1400 килокалорий без соли, да, с ограничением соли. Можно добавлять разные добавки, там, допустим, лимонный сок, травки, все что угодно, но стараться надо есть без соли для того, чтобы снижать аппетит. И вот на этой диете у нас 5-разовое питание в клинике. У нас там есть два, так называемых, вторых завтрака и поздника. Ну, или как у нас в жизни обычно, это перекусы, да. Вот мы тогда давали, мы заменяли свой завтрак или один, или второй, мы заменяли коктейлем в составе нашей низкокалорийной диеты. Это низкокалорийная диета. Если пациенты были очень большого веса, или мы знали, что они фактически дома потребляют более 4-5 тысяч килокалорий, это значит 7-8-9 литров еды целое бетро. Да, да. Вот опять же, не показываю вам эти картинки, может быть, надо к ним вернуться. Да, очень-очень действует. Вот тогда мы давали дополнительно, мы к полнику добавляли коктейль, чтобы люди просто не ухудшили свое самочувствие на нашей низкокалорийной диете. Потому что если они потребляли дома 4 с лишним килокалорий, а бывало и 7 тысяч килокалорий, да, то, конечно, 1400-1500 для них это было очень низкая калорийность, очень резкое ограничение. У них развивались обороки, так называемые гипогликемические состояния, нарушение настроения, плаксивость, депрессия, все что угодно мы могли это как бы получить. Поэтому мы тогда давали дополнительно. Почему как бы говорю об этом? Потому что здесь творчество. Есть, конечно, всегда стандарт применения того или иного продукта, лекарства. Вы читаете аннотации по лекарствам. Ну, это фон, это стандарт. Дальше написано. Если врач не припишет индивидуальную схему, да, то же самое и здесь в питании. Это творчество. Вам важно, чтобы человек оздоравливал, чтобы он получал эту порцию белка. Отсюда мы выходили еще ко всему тому, что как дополнение мы еще и давали продукт на другой базе. Мы начинали с воды, как и положено. Как бы мы сами не знали, во что все будет. Мы делали, разводили и давали. И там где-то с 3-го, 4-го дня начались, как мы говорим, каплицы. Они вполне были обоснованы. Я с ними сама была на этом опыте. И поэтому как бы можно было прочувствовать все. Но не нравится человеку на воде. Если не нравится, он не будет пить, как бы я его не заставлю. Но он будет пить сегодня со мной. А дальше он мне даст рвоту. Или вообще я же не могу его заставить. У нас в конце концов уже, как это же, непринудительное лечение. Я не хотела, чтобы они уходили из опыта. Мы стали искать определенные варианты печания. Мы нашли вариант на молоке. Пробовали на молоке. Или на молочно-кислых продуктах. Более того, мы даже в разгрузочные дни, которые иногда пациенты просили, приходили люди уже адаптированные к разгрузочным дням, которые не первый раз лежали. Которые уже проходили у нас лечение. И, допустим, уже потеряли у нас на каком-то этапе. Там, допустим, 10 килограмм. И вот в данный момент, снова повторно, решил худеть дальше. Они были адаптированы к низкокалорийной диете. Мы им давали разгрузочные дни. Мы все шесть приемов пищи заменяли на коктейли. То есть, представляете, мы давали сколько белка? Да. Переносимость хорошая, отлично. 90%, да, это естественно. Не может быть 100% отлично. Обязательно кто-нибудь попадается, что не нравится, привкус химический, какой-нибудь там, крошка, еще что-нибудь, да? Вот. Многим не нравился ванильный вкус. Считали его недостатком. Мы же ведь тоже копались. Мы первый раз с этим продуктом работали. Мы собирали все, что положено. Ну, ванильный вкус мы быстро решили, что, как бы, никто нас ругать не будет. Мы меняли на клубничный. У нас было только два продукта. И более того, я еще хулиганила, я вообще смешивала как-то. Потому что, опять же, если подходить просто, ну, как бы, разумно, что важно? Важно было чуть-чуть, да? Ну, вообще, что плохого, если я смешаю, как-то? Ну, конечно, можно говорить, а стикстен сказал надо так. Да, стикстен сказал надо так. Поэтому я быстренько очень собралась и поехала к стикстену. Чтобы мне когда начались у нас вот эти вопросы из зала, что вы нарушаете предписание, мы поехали к стикстену. Сели с ним, посидели, смену все это снило. Нарушение сути процесса ведь нет, да? Важно понимание, что питание – это важно для здоровья. знание того, какие продукты есть здоровые. Осознавание того, как оценить свое здоровье и как его надо менять. И мы этим помогаем своими асмитическими, такими, я считаю, пропагандистскими лекциями, что когда Арифель сделала очень большой такой вот современный шаг как бы в продвижении, еще образовывает свою структуру и никак не закончит образовывать постоянно этот вопрос. Ну и он сказал, ну что, ну Россия особенная страна. Я говорю, мы же не шведы. Мы же не можем вот так вот по струнке построиться, взять палки в руки и ходить с скандинавской ходьбой. Не будет этого, у нас разные регионы. Кто-то живет в Москве и в Питере, а кто-то живет в Якутии и на Сахалине, да? Люди разные в регионах, в разной национальности, разные территории. Надо процесс сохранения. А если мы предпишем жесткие рапки, естественно, будет очень много отказов. Что мы видели? Побочное явление для аллергических ситуаций, но это была аллергия на клубнику, мы ее не выявили. Сразу заменили коктейль. И желудочно-кишечное проявление, которое я потом расценила, как уже выявление имеющейся патологии. Это не связано с коктейлем. Это просто обострило, поскольку пищевые волокна, потому что новый продукт, потому что база, иногда молочная, она выявляет имеющиеся уже изменения в том или ином органе. Мы добавляли лекарственные препараты или меняли базу, и, в общем-то, людей мы удержали. В плане насыщения. Достаточное насыщение 80%. Сначала очень сложно первые пять дней. Очень сложно. Дальше человек адаптируется. Вот здесь надо ему помогать, поддерживать. Он съел мелкими порциями между едой. После еды. Все равно. Не обязательно. Вы пробовали за 30 минут до еды. У нас практически ничего не получалось. Человек съедал ту же самую порцию и все равно хотел есть. А иногда потому что стимулировался аппетит. К сожалению, уже у толстых, мы-то имели модель толстого человека с раздраженным пищевым центром, с раздраженной желудочной секрецией. Все время с желанием есть, с ненадо-ненасыщением. Понимаете? Это патологическая ситуация. Это не в целом население. Поэтому мы меняли даже и это. Что мы увидели по анализам? Посмотрите. В группе наблюдения потеряли 10 килограмм. В группе сравнения 7. Понятный случай? Таблицы обычно сложно считать. Не получали. Не получали коктейль. Но они при этом на какой-то клубах были. На коне лечения низкокалорийной диеты с включением коктейля. Что ли я об этом говорю? На нашей диете в клинике. Одинаковые. Да? Поняла? Которые получали диету плюс коктейль. Все говорят, вы увеличиваете калорийность. Ну да. На 30 грамм увеличиваем. Смотрите. На 40 килокалорий. На 100. И что? Потом мы больше даем белка. Мы увеличили белка на 14 грамм. И это позволило людям похудеть больше. Естественно, изменив всю антропометрию талию и бедра. И это позволило людям снизить достоверно инсулин крови. Большие тенденции к снижению холестерина. Достоверно уменьшить проявление воспаления в печени почти в норму. Это еще не норма. И, естественно, по качеству жизни. Что получилось? В группе, которая получала коктейль, выросла физическая активность. 10 килограмм существенно за 2 недели. Физическая активность выросла и в контрольной группе. Ментальная активность выросла больше, но существенно. Она точно так же выросла и в другой группе. Люди похудели все равно прилично. Да? Сексуальную активность изменить очень сложно. Но, в общем, какая-то тенденция. Социальность. Социальность в этой группе достоверно увеличилась. Так же, как это и работоспособность, в отличие от этой группы. Что такое социальность? Это желание себя показать. Это желание о себе рассказать. Это желание выделиться. Знаете, какая ревность? А вы этим даете. А этим нам не даете. Вы нас не любите. Вы что-то там еще такое, в общем-то, с химички. А мы не получаем вот это вот такое с тобой. Я тоже это хочу. Хороший, между прочим, в принципе, аргумент. Это к тому, что когда работает какой-то фактор личного успеха. Да? Наверное, у вас так. У тебя получилось, и меня это заботит. Я тоже так хочу. Вот примерно так. На этом можно, с этим можно работать. Очень интересные вот эти вещи, когда мы исследовали качество жизни. Чисто психологические схемы. Что такое вообще раздраженный пищевой центр? Что такое вообще хочу есть? Да? Вот когда-нибудь задумывались, смотрите. Почему кто-то вот у кого-то вот он не может наесть и время хочет. Чувство голода. 27% эффективней снижение чувства голода в группе с коктейлем. Посмотрите. До 5 дня они все одинаковые. Они все одинаково хотят есть. Они пришли из дома с определенными пищевыми привычками. Тут им какой-то листочек прозрачное мясо дает с салатом, с капустой. Которое надо жевать. А им неохота. Жевать-то неохота. Хочется проглотить. Он жует и еще есть хочет. Никак не наест. Понимаете, капусту же сложно очень сасывать. Но вот на 5-й день они резко пошли отличаться от той группы. Очень интересное чувство насыщаемости. Достаточно ли я поел? Как оценить, сколько мне надо? Какую порцию? Почему мы наваливаем в курсе и сталкиваемся, когда все включено? А вот это психологические реакции. Даже иногда бывает стыдно. Вообще иду тут с такими портами. А сейчас еще это попробую, еще это попробую. Это все это отвалился, дышать не может. И тарелки все полные. Вот это вот психология. Мы часто и дома переедаем. Тарелку наваливаем так, чтобы потом вздохнуть невозможно. Только спать хочется. Мозг уже заснул, потому что слишком много глюкозы получит. Тоже критичный день 5-й. После 5-го дня резкая разница, достоверная разница. Чувство насыщения развивается быстрее. Мы здесь коктейль давали. Кому доедали еды, кому с едой, кому после еды. Хотелось всегда заесть сладким. Но привык так человек на Руси. Он заедает. Он не пофиг пьет без сахара или чай. Он ест десерты. Поэтому мы разрешили это после еды. Более того. Более крамольное я вам вещь скажу. Мы разрешали по полку, по четыре раза в день. Не надо все. Зачем? Оставьте на тот случай, когда захотите есть. Сейчас вы не хотите есть. Вы перебили аппетит. Или чем-то насыпились. Вот когда появляются первые признаки голода. Вот тогда и платите этот новый продукт. Чего такое? Телефон. Ну это не мой. Не мой. Ну вы трудно обучаемые некоторые. Ну вот значит надо работать. Значит точно так же работает. Посмотрите. Чувство насыщаемости. Желание есть мимоходом. 40%. Иногда едим даже не потому, что хотим есть. Зашел кому-то в кабинетик или в дом пришел. И почему-то надо поесть. Почему-то мы гостей ждем. Обязательно думаем на крыльцо. Вы знаете как кто сталкивался с иностранцами. Если вас приглашают на чай, вам дадут только чай. Если вы рассчитываете там поужинать, то вы ошибаетесь. Вам через час скажут спасибо, до свидания. У нас дела. Было приятно провести время. У нас ужин только на две порции. Да? Мы вас знаем. Ну и так дальше. Так что это уже все известно. Таким образом. Ну как бы работа была посвящена потере веса. Активный образ жизни. Уже сейчас просто навязывал в зубах. Режим питания. Шестиразовое питание. Кто хочет похудеть. Здоровое питание. Пять раз в день. Частое дробное питание. Хотите по будильнику. Хотите по мобильнику. Хотите другу позвонить. Если как хотите. Ну в общем нужно выработать себе. Потому что режим. Потому что к этому времени просыпаются и пищеварительные железы. И мозг получает постоянно питание. И не будет вот таких срывов. Нажоры. Когда мозг будет голодный долгое время. Нажоры. Естественно. Настроение. Полноценный отдых. Ежегодная диспансеризация. Обязательно мотивация. Что. Какую я задачу ставлю перед собой. Значит. Примерно. Рационщие мои от нас уходили. Естественно. Что мы им что-то рекомендовали. Вот. Примерно. Такой завтрак. Посмотрите. Что здесь важно. Практически. Прием. Белкового блюда. Завтрак. Ну. Яйцо. Вот здесь может быть творог. Посмотрите. Мало ли как. Когда мне одна приятельница сказала. Что ты будешь завтракать. Яичницу или яйцо. Яичницу. Она говорит. А сколько яиц. Я говорю одно. Она говорит. Ну что это яичница. Это яйца. Это достаточно вполне одно яйцо. Обязательно замоченные какие-то овсяные хлопья. Или любые другие хлопья. Потому что чувство насыщения. Я пользуюсь. Обычно спрашивают. Что я ем. Я пользуюсь. Я съедаю хлеб такой. Пенопластовый. Знаете. Самарский хлеб. Сухарики такие. Крупные. Они есть. Такие. Гречневые. Там всякие. Ну они белого цвета. Но они разными. Да. Я их называю пенопластовый. Похоже на пенопластовый. Да. Гречневый. Самый вкусный. Замечательно. Вот такой сухарик. Ворогом например. И кофе. Замечательный запах. Дальше. Перекус. Коктейль. Обед. Салат и рыба. Паровая может быть. Кофе чай без сахара пожалуйста. Это в течении дня. Но водой лишней не наливайте. Необходимости в большом приеме жидкости абсолютно нет. Вполне достаточно полутора литров вместе со всей едой. Аминь. Перекус. На ужин. Куриная грудка. Овощи какие-либо. И если как бы нужно. На ночь тоже коктейль. Можно в кефире. Можно сюда еще добавить. Вот рубин. Будет совсем замечательно. Пишите что ли? А зачем? Пробывает. Что? Чистить организм. Чистить вообще унитаз. А организм не надо чистить. Организм самочистен стоит. И вы не будете его забивать. Лишни, едва. Когда говорят? Говорят. Что говорит? Что? Что говорит? Ни на чем не основанное мнение. Выводы. Коктейли показаны во всех схемах. И калорическая редукция. Научная же докладка. Научная организация. Писали так. Калорическая редукция. Значит во всех схемах ограничения калории. Что в принципе показано. Практически любому человеку. И мне, и маме, и любому. Потому что мы все равно переедаем углеводы и жиры. Все равно срываемся на печенюшки с орехами. На какой-то там кофе, десертом. Но пожалуйста, если это не вредит здоровью. Если это уже вредит. И вы себе на утро не нравитесь. Без косметики. Значит пора приемать мир. Значит мы не одиноки. Мы не одиноки. Клиника института питания не одна. А вот есть и в международные конгрессы. По ожирению. Вот в Амстердаме в девятом году. Как раз мы впервые участвовали там. Уже проведя. Проводя исследования. И увидели, что в принципе стали говорить об адекватности питания для здоровья детей. По профилактике ожирения. То есть мир заговорил об этих позициях. Много фундаментальных исследований. Какая клетка жировая. Как жировая ткань вообще работает. Для чего вообще нужен жир. Для чего нужен белый жир. Для чего бурый. Знаете, что есть коричневый жир. Как он отличается. Вообще нужно ли вообще удалять жир. Липосакции. Насколько они вредны. Как это влияет на организм. Вообще функции жировой ткани. Которые сейчас уже в этом году стали позиционировать. Жировая ткань как эндокринный. Как иммунный орган. Отдельная система жировой ткани. В 2010 году на коктейль именно в Стокгольме. Проходил коктейль по ожирению. Мы уже явно с докладом по коктейлю. И в общем-то как это все было принято. И было много вопросов. В смысле докладов. Именно по регуляции углеводного обмена. Например по гликемическому индексу. По роли белка. Зазвучало именно количество белка. Грамм на килограмм. И даже представители американские. Представители фирмы Гербалай. В своем докладе говорили о том. Что они сейчас в Америке. Наводят порядок. Чтобы каждый человек получал грамм. На килограмм нормального веса белка. Вот это наш съезд. Диетологам и третяологам. С 2006 года. Детский суд даже входит. Конгресс диетологов. Вот и пожалуйста. Все доказано. Грамм на килограмм нормальной массы тела. Опять же роль БАДов рассматривается как позитивная. Доказано, что витаминные дефициты. Совместимость витаминов. Совершенно обоснована. Когда в одной таблетке несколько видов витаминов. Потому что много вопросов о конкурентности витаминов. Круглогодичное восполнение дефицита. Это все звучит на международных конкретах. И современный подход к питанию. Вот сейчас уже такой. Во-первых, это индивидуальный рацион. Мы все разные. Индивидуальный рацион. Конечно, хорошо бы определить основной обмен. Окисление жира. Если есть возможность. Но нет, значит, вот хотя бы эмпирически. И дальше смотреть. Как этот рацион влияет на ваши анализы. В науке это называется метаболические маркеры. Сейчас называются биомаркеры и так дальше. То есть ваши анализы, которые вы делаете. Те же дефициты, сахар, ну и так далее. Все, что вы делаете. Вы едите, вы раздвигаетесь. Вот у вас такие анализы. Ну и, конечно, если вы уже достигли результатов. Не стремитесь все время повышать темпы, например, потери веса и неприбавки веса. Постойте на какой-то фазе. Стабилизация результатов тоже важна. Организм должен привыкнуть к новой форме существования. Потому что быстро терять весы нельзя. Это не стойкая фаза. Медленно. В амбулаторных условиях нет клинических. Разрешается терять до двух килограммов в месяц. Сот грамм не теряю. Не больше. У нас в стационаре больше. До десяти процессоров. То есть в десяти килограмм пришел, два килограмма теряю. Ну, я уже правильно говорила, что в целом у нас, если изучить питание и здоровье, то будет выявлена современная тенденция. И с этим все научные учреждения и сотрудники работают именно потому, что доказывают влияние недостаточно белка, неправильное соотношение. Кстати, мало мы едим растительным белком. Не привыкло наше население есть растительную пищу. И так не хватает витаминов, не хватает пищевых волокон и, конечно, очень низкое образование значения питания и здоровья. Поэтому надо рассчитывать дозу белка, рассчитывать, вводить в каждый прием пищебелковое блюдо и корректировать рацион по жиру, по неноменимым жирным кислотам, по калорийности и принимать постоянно витамины. Общую калорийность надо считать, конечно, но не только рассчитывать на общую калорийность. Обязательно на все составляющие. Калорийность составляет белок, жир и углеводы. Их сумма. Калорийность можно набрать, съедая, приобрести шоколад. Но вы не получите совершенно белок. Поэтому на одну калорийность, а очень много в интернете, таблицы именно по подсчету только калорийность. Неверти им это неправильно. Поэтому нужно обязательно рассчитывать дозу белка. Ограничить потребление соли, консерватор. Важен комплексный подход. Какая пища вы едите, сколько вы едите, количество едика, калорийность. То есть правильное приготовление вещи, регулярная физическая активность. Вот эти четыре позиции – это современный подход к здоровью. Называйте это wellness, называйте это здоровьем, называйте это здоровьем. Называйте это здоровьем, называйте это здоровьем. Как я всегда говорю, беременность, она когда-нибудь пройдет, поэтому не нужно рисковать. Есть специальные витамины для беременных, поэтому исследования, вот нет исследований о вреде и пользе. Раз нет исследований, я, как сказал, спецсотрудник, не могу с очевидностью говорить. Если есть аллергия к какому-то компоненту, конечно, здесь не нужно применять коктейль. По правильной мере, нужно доказать аллергии. Ну, значит, аллергия на белки коровьего молока, на яйцо, на белки гороха. Поставить пробу и готов спокойно применять, потому что аллергия вещь коварная. Нужно развивать пищевую аллергия не с первого приема, а с второго среднего, смотря какая форма. Немедленная, замедленная, вы не просим и оцените угрозу. Поэтому, если уж как бы есть аллергический такт, конечно, ну, человек подходит на обследование. И разные вопросы, как бы, синтезированы. Можно ли при добавлении хитовидной железы прийти, миотерапии, болезни в печени, удаление. Это можно, почему нет? Вы же, эти же люди, у которых все эти болезни, они же что-то едят. Почему же никто не думает, а можно ли есть яйца, а можно ли есть творог, да? А можно ли есть мясо? Едят же. А коктейль, вот камень преткновения, а можно ли коктейль? Ну, если ты ешь суп наладистый со сметаной, ну, а почему нельзя коктейль? Это спокойный, белковый продукт, который даже жир не имеет в своем составе. Что еще тут спрашивают? Про детей. У нас они анонсированы только в конкурсе 14 лет. У нас, кстати, будет скоро, кстати, лекция педиатров. Да, тоже из моей клиники, врач-педиатр уже снизу писали договор, они говорят, что какие-то там материалы или так, ну, онлайн будет. Ну, в принципе, будет педиатр таксультироваться. Не ко мне вопрос. Можно ли поправиться? Да, можно, опять же, регулируя споновое питание. Добавляя белок, только не поправиться. При занятиях спортом это не высокопротеиновый продукт. Не нужно это считать как топин-золопродукт для занятия спортом, для наращивания мышечной массы. Не подходит ли это? Что витамины вместе не усваиваются. Я сегодня уже объяснила, сейчас такие технологические приемы изготовления витаминов, что все усваивается. Ну, как вы думаете, буду шведы делать витамины, которые не усваивают? Ну, просто так бы, да, или которые друг друга там противоречат, и зачем им свое... Они даже освоили нас и очень беспокоятся. Витамины надо принимать курсами. Ну, вот вы сами подумаете. Вы едите курсами два раза в год. Два раза в год едите, два раза в год едите, да? Ну, так же витамины какие курсы? Ежегодный прием витаминов. За счет пищи не получите полностью, не обеспечите себя по витаминам, потому что мы сегодня говорили о потере приготовления, приготовлении, приготовлении. И самое главное, когда будет слишком большой объем детей, будет увеличение веса. Переизбыток витаминов. Да, как бы говорят, что мы две дозы пьем, три дозы пьем. Если нет аллергии, не вылезают никакие, никакие-то побочные инфекции. Что, в основном, аллергические реакции на группу В. Какие-то крапивницы, дерматиты, головная боль, сосудистые реакции. Если этого нет, то принимайте, если вы чувствуете, что вам это помогает инститивно. Вы же не будете каждый раз делать анализы на обеспеченность себя по витаминам. Если почувствовали, что что-то не так, вот выпили и что-то, как-то вы себя чувствуете странно, но прервитесь на несколько дней, на два-три дня не пью, и снова пью все эти витамины, попробуйте. На повторное введение обязательно будет реакция. Если ее не будет, значит, это было странно нестригоденнее. Ну, в завершении хочу, пожалуйста, здоровья, разнообразная питация, чтобы были здоровы и были еще красивые. Аплодисменты, пожалуйста, не уходите, потому что еще несколько, не знаю, десятков вопросов, которые мы пытаемся их объединить. И есть целая серия вопросов, все-таки, несмотря на то, что это прозвучало, про воду. Да, что считается водой, нужно ли, какое количество нужно пить воды, а если есть отек, что это значит, лишняя вода или нужно с этим наросток, и вообще, какие есть какие-то комиссии по очереди. Хорошо. Водой считается вода. Жидкость. Есть вода, отдельная вода, да? Общее количество жидкости не более литра 800. Да, включаю воду. Включаю воду. Вам так точно полтора литра и больше не нужно. Я так нечу, потому что мне все протерлили. Но она круче, мы чтобы вы покупали воду. Если отеки – это заболевание, исключите сердечно-сосудистые заболевания, первое. Второе. Уберите соль из диеты, не ешьте копчености, колбасу, стыр. То есть ограничьте соль и соленые продукты. Проверьте сердечно-сосудистые заболевания. Нет, 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 нет. Проблема отека лишает лишний стакан воды. Она выходит и нет. Это не отек. Это не отек, это постудность лица на фоне соленой пищи, лишний стакан воды. Ну не пейте. А что вы хотите из меня услышать? Надо ли пить этот стакан воды? Не надо. То есть все равно не надо. Ну если у вас для вас проблемы, зачем его пить? Все входит, все входит, все входит, входит жидкость, я сказала. Погромьте вопросы, не слышно. Если возможность повысить вес, употребляя волнце, я сегодня говорю. У меня шконовое питание, значит, только вы худеете. Увеличивайте объем еды, увеличивайте калорийность еды, увеличивайте до 8 раз приема пищи. Ну и много всего остального. Приезжайте к нам, приезжайте. Целый ряд вопросов, относительно того, что целый ряд врачей не рекомендует витамины при каких-то новообразованиях. Ну, в общем, вопрос всегда задают, нужно ли витамины. Действительно, многие очень онкологи боятся их. Не думаю, что есть доказательные, медицинские, научные исследования, что именно витамины вызывают рецидивы, да? Иначе бы это звучало на конгрессах по-другому уже. Но если все-таки они опасаются, есть такие исследования, что опухоль тоже ткань, и если ее кормить, опухоль будет увеличивать, расти, и даже если и витамины, и простые углеводы сахара. Поэтому, ну, тогда спокойно. Думаю, что если уже онкологическое заболевание есть, витамины уже мало что смогут помочь. А вот коктейль нужно, это питание, и за счет продуктов тогда какие-то витамины останутся. И не являясь таким успешным специалистом, не буду говорить ничего больше. Астаксантин? Ну, тоже это задает, мы-то это не исследовали. То есть официально я вам сказать не могу, можно или нельзя. Логически я считаю, что нужно, не просто можно, а нужно, потому что это антиоксидант при любой опухоле всегда увеличивается окисление. Ну, продукция окисления в большом количестве находится. Поэтому подавлять их надо. Витамин Гето им дают. Это общепринятая схема выведения, реабилитации ванны после онкооперации, схемиотерапии, витамины Гето. Это антиоксидант. Нужно всегда остаться антиоксидантом. Не все знают про антиоксидант. Вырабатывается ли организм антиоксиданты? Сам организм вырабатывает ли антиоксиданты? Постоянное применение антиоксидантов не приведет ли к тому, что организм уменьшит способность защищаться от свободных радикалов? Видели бы это антиоксиданты? Нет. Ну, как бы, начнем с конца. Что бы свободные радикалы? Продукты перекисленного окисления. Я вам еще умнее скажу. Значит, продукты распада клеток и разных метаболических процессов. Если они идут с избытком, что означает старение или заболевание, то этих продуктов окисления больше. Даже у детей во время тяжелых вирусных заболеваний при высокой температуре этих продуктов окисления много. Раньше все их называли шлаков, но это совсем не медицинский термин. В организме нет шлаков, есть продукты метаболизма, то есть продукты обменных процессов. Но они в той или иной степени появляются молекулы со свободными радикалами. Это уже биохимия питания, это вам интересно почитать. Много литературы про эти свободные радикалы. Чтобы их занять чем-то, вот вводятся такого вида препараты, антиоксиданты. Потому что это, ну, окислительный процесс, надо антиокисление проявить. Поэтому они никак не вырабатываются в организме. Может быть, просто равновесие всех и других веществ, которые не нанесут, когда уже эти продукты окисления, существенно вредателю здоровью, организму выздоровеет. Если организм переходит в хроническую форму и выздороветь не может, значит, не исправляет. Значит, этих продуктов больше, чем сила в организме исправится. Поэтому мы добавляем. Почему это у тебя с кардиней, тяжело болеющим людям? Чисто интуитивно. Кто-то где-то сражал, и больше ничего другого не знает. А она работает как антиоксиданты. А витамины в организме не синтезируются. Ну, опять же, еще я вам раз повторяю. Официально я вам сказать ничего не могу. Мы испытывали только коктейль. Мы не испытывали людей с ОРВИ, с антиоксидантом. Да, в общем-то, любое научное исследование, то про эквивалентным гриппом давать им астоксантин, другим не давать. И тогда мы можем какие-то дать нормы подозировку. Я, опять же, из опыта общения с вашей структурой, знаю, что принимают и 6, и 4, если заболевают. Я сама иногда выпила 4 и не заболела. Хотя была на грани. Но тут уже мы сами вы решаете. Это неофициальные данные. Еще я вас обращаю внимание, пожалуйста, пишите свои вопросы, потому что те люди, которые законопослушны, написали. Я прошу Ольгу Николаевну не отвечать на вопросы в залах. Так что у нас люди все-таки написали и ждут ответов на свои вопросы. Очень много говорили сегодня о шпинате. И какой все-таки полезный? Замороженный есть, если его пользуются? Свежий? Или как его готовить в качестве вашей блюда? Ну, сами подумайте. Но свежий, конечно, полезнее, да? Даже если очень хорошая, правильная, быстрая заморозка, в правильной температуре быстрого замораживания, без промерзания, без образования воды, то все равно будут потери. Но, конечно, мы не можем круглый год, у нас не та страна, чтобы нас обеспечивало свежим шпинатом. Поэтому заморозьте, и потом сразу порцию, которую вы заморозили, готовьте на пару. Можно делать суп сразу в кипящую воду. То есть минимально уменьшить потери витаминов, хотя они все равно будут. Рассчитывать надо на то, что вы не потеряете микроэлементный состав. То есть все, в чем сварили, все надо съесть. Если даже что-то вышло в воду, и потом сделали пюре, и вот это все съели, то это минимальные будут все-таки потери. Он полезен как раз микроэлементами, своими веществами, которые профилактируют людей от инкозаболеваний. Есть такие работы, мы это не проводили, мы не изучали шпинат, но есть много работ, мы как бы в научном сообществе друг к другу доверяем, если эти работы появились, публикация, то он выиграл. Несколько комментариев относительно дробного питания. Какие рекомендации именно о дроблении питания? Важно регулярно что-то есть, либо равномерно делить немного эстракцион? Я не понимаю, почему возникает этот вопрос. Дробное питание, это значит, частое, более частое питание, не два раза в день объем пищи, а вот весь объем пищи за день надо разделить на 5-6 приемов. Не надо как бы обильное питание и 6 раз в день, это будет чрезмерно. А вот ваш рацион примерный, просто, ну, по чуть-чуть, немножко, ну, как детей вы кормите. Примерно так. Можно даже, например, съесть первое блюдо и выпить там чай или коктейли, достаточно. Какой-то другой прием, съесть уже белковое, крутостовое, когда-то выпить коктейль. Дробное, это значит, ну, дробное. Что? В среднем каждые 3 часа. Какое-то своеобразное вопрос. Дневно ужинаем очень поздно, в 11-м часу вечера. Как сделать эти кушники не вредными, с учетом, что обед на работе? Это работники Али Клэйма написали? Индивидуальная консультация проведена. Можно ли пить кофе на голодный желудок в примере завтрака? И нужно ли есть суп в обед? Я не ем. Не знаю, нужно или не нужно. Иногда, когда бывает суп вкусный, тогда ем и в обед, и в ужин. Папа у меня ел на завтрак суп. Но ничего плохого в этом. Нет, суп нужно. Только, конечно, ни наваристый, ни костный бульон. Когда-то я еще по молодости никак не могла понять. Всегда считалось, что бульон – диетическое блюдо. И всегда говорят легкую пищу после операционной диеты в больницу. А когда я уже пришла в институт питания, я вдруг увидела другое впечатление, когда наши специалисты-гастроэнтерологи приходили в ужас и ругались с хирургами, которые, назначая нулевой стол, подразумевали сырые яйца и бульоны. И диетологи мне стали объяснять, я говорю, ну так это же хорошо. Во-первых, сырые яйца влезные для организма, у них есть такой белок обидин, который связывает все витамины. Если вы вместе с витаминами выпьете сырое яйцо, то этот белок все свяжет и вообще никаких витаминов не получится. И вообще он вреден для пищеварения. А бульончики, эти так называемые диетические, как моя дочь говорит, жирненькая водичка, она кому может быть полезна? Так что она стимулирует только желудочный сок, и уж после операции на желудочно-кишечном тракте или на желчном пузыле абсолютно противопоказано блюдо, потому что это стимулирует сокращение больного оперированного органа. Кофе натощак, но если у вас после этого нет гастрита, а если кофе с молоком, так вообще никаких противопоказаний. Что значит натощак? Первый прием пищи получается, а все остальное будет не натощак уже. Очень удивительно, что есть очень много вопросов относительно того, периодичность приема wellness. Можно ли wellness пить постоянно и так далее, потому что я озвучу, да, еще раз, для тех, кто эти вопросы написал, что неоднократно сегодня Ольга Николаевна говорила, что есть дефицит витаминов и рекомендуется постоянно, регулярно применять wellness. Здесь есть вопрос по поводу нитнутрикомплекса. Можно ли нитутрикомпле с кормящей матери? Три месяца ребенка. Хорошее начало и плохой конец. Можно ли нитутрикомплекс? Можно. Кормящей матери? Не можно. Да, это состояние пройдет и пусть она после этого ждет. Зачем ческовать? Все попадает ребенку. Мы не знаем этих влияний. Мы, наука, не знают этого. Не проверяли. Ну зачем? Я ничего вам рекомендовать не могу. Спасибо большое. И с этого момента еще раз озвучу, что все вопросы относительно беременных можно ли, потому что есть разные веющие витаминов, относительно можно ли беременных и кормящим. Я прошу принять ответ как бы на все эти вопросы. После приема коктейля чувствую, голода увеличивается в конкретном человеке, кто его использует. Почему? Да, это нарушение углеводного обмена и это бывает натостимуляция секреции на вкус сладкого. Бывают такие вещи, это связано уже с нарушением углеводного обмена, идет большой выбор инсулина, развивается аппетит. Поэтому вот как раз такие случаи подразумевают то, что коктейль надо есть после еды. Поэтому я же вам сегодня уже все время говорю, я говорю индивидуально, творчески подходить ко всему. Вы попробовали стандарт рекомендуемый, да? Вы уже сделали свои выводы, вы поняли, как это действует на вас. И чтобы не соскочить, как говорится, хорошего продукта, все-таки найти способ его применения, нужно индивидуально разработать свою схему. кто-то после еды как десерт, кто-то всего полдозы, кто-то в жидком виде, а в сухом добавить в кашу или сделать фруктовое пюре. Главное сместить эти 7 граммов пилка. А не приведет ли это наоборот эффекту? Нет, нет, нет. Расшивьте, пожалуйста, или прокомментируйте больше метаболические корректоры. Что это такое? Кого это так заело? Не услышали, наверное. Это продукты обмена веществ, обменные корректоры, то, что влияет на обмен веществ. Белок всегда вмешивается в обменные процессы. Поэтому в медицине мы их называем коррекцией метаболизма, коррекцией обменных процессов. Ну и коротко метаболические корректоры. Напоминалось о функциях жировой ткани. Вот, не знаю. Здесь идет... Я просто хочу сказать, что, да, сейчас очень много вопросов таких достаточно уголовных и специфичных. И по какой-то причине мы, в принципе, мы не все одновременно слышим то, что говорит это Николаевна. Есть научные вещи, о которых она делилась, презентацию какую-то, я думаю, что вы записывали, фиксировали, да, у вас будет возможность изучить это еще раз. Я хочу все-таки уже к концу нашей встречи подойти и спросить Ольгу Николаевну, вы обещали сказать нам ваше личное отношение к данным продуктам, уже, может быть, и как научного сотрудника или вообще вот вашу, вы, Ольга Николаевна Григоря, как-как-как, прекрасная женщина, как-то к этому относится. Витамины Бью. В коктейле периодически пью, а что, какое может быть отношение в смысле плохое, как оно может быть с продуктом здорового питания. И дело, я вам сегодня уже начала, лекция-то, дело не в самом коктейле, а дело в осознании того, что вы едите и как это влияет на здоровье. В общем-то, есть спектр продуктов, которые считаются здоровыми. Обезжиренные продукты с низкой калорийностью, с низкой всасываемостью для того, чтобы дать насыщение, да, обеспеченность у себя по белку, потому что это очень важно для здоровья. Ограничение жира, соль, все навязло в зубах, все вы знаете и слышите часто. А осознать это можно только вот как пропустив через себя. Мой опыт, естественно, позитивный, иначе бы я не работала больше 30 лет в клинике института питания, в отделение ожирений, каждый день вот это не толпычило по всем своим пациентам, и на радио, и на телевидении, и каждый день даю интервью, всякие аргументы, факты, для каких-то еще женское здоровье. Все время мы призываем народ думать о том, что вы едите, потому что это непосредственно влияет на питание. А самое главное на вас смотрят окружающие. Вокруг вас всегда есть какой-то социальный слой, и все с вас берут пример, по крайней мере, должны брать пример в каких-то вещах. И я это испытала на собственном опыте, когда мне внук, я там тороплюсь, и ему отваривала макароны, он мне говорит, вак, ты мне что на ужин даешь углеводы, надо же, белки. Я считаю, что это самое главное заслуга в моей жизни, потому что там шесть, пять лет, человечек уже знает, в принципе. Илья говорит, что ты много очень, а что я потолстел? Он говорит, правда, что цветовое занимает, конечно, потолстел. Все, я шоколад не буду есть там три дня. Знаете, это для маленького ребенка, это все-таки поле, да. И вот с этого начинается, что у нас на столе, дети смотрят, копируют, и так же в общем-то себя дальше в жизни ведут. Если вы занимаетесь спортом, и они будут заниматься. Что вы читаете, они будут читать. Это все, все фиксируется, все запоминается. И в общем-то, у меня сейчас маленькой внучке, вот я исполнила вчера семь месяцев, вот скажите, откуда сделают? Она совершенно не хочет есть сладкие, фруктовые пюры. Мясо с капустой, лучшие. Я уже где-то рада, что на генетическом уровне наверное передалось. Так что, мое отношение позитивное. витамины пью, даже сегодня выпустила лишнюю упаковку и выпила, как-то я устала. С вашим реклеймом у меня все субботы и воскресенья проходят. Все, спасибо большое. Вы ведете здоровый образ жизни, прекрасно выглядите и мы просто хотим предложить вам еще дополнительный уход за вашей прекрасной красотой, чтобы вы за захватом сохранялись не только бодрые, но и прекрасные долгие-долгие годы. Спасибо вам огромное. Пожалуйста, еще не уходите. Я хочу сказать, что у нас есть в нашем регионе есть лидеры, которые особенно активно продвигают Велмос и несут идею о здоровом образе жизни и о том в массы более активно. И сейчас я хотела бы, чтобы эти люди вышли сюда на сцену. У нас есть группа людей, которые в подключении находятся. Мы обязательно сейчас увидим, услышим их имена и я очень рада, что есть люди, которые находятся в зале. И точно так же являются лидерами в продвижении здорового образа жизни. Подчеркиваю, именно этот подход, потому что мы стремимся именно к этому. Пожалуйста, под вашей бурной аппаратистенцией я прошу выйти на нашу импровизированную сцену. Все люди, которые здесь присутствуют, вот Маргарита Серебряная. Пожалуйста, идем, и я на сцене. Татьяна Морозова, Диена и Андрея Норикова, Людмила Анисимовна, и Ирина Капешко. Пожалуйста, для нашего из вас Ольга Николаевна, специальное индивидуальное руководство по продукции «Волны». И сейчас мы вас провожаем вместе с Ольгой Николаевной на индивидуальную фотосессию, чтобы у вас было эксклюзивные материалы для того, чтобы вы по-прежнему активно продвигали свою работу в массы, чтобы люди были здоровы, более здоровыми благодаря вам. Спасибо вам огромное. Пожалуйста. Мы до завтышки не уходим. Сейчас у нас вышли только те люди, которые ушли на индивидуальную фотосессию. Кто меня слышит, помажите, пожалуйста, рукой. Замечательно. Я думаю, что меня очень удобно слышать сидя. Это помогает. Это немножко совершенно времени у вас займет. Я все-таки прошу имена тех людей, которые вы увидели на экране, они у нас в подключении находятся. И давайте поприветствуем, поблагодарим их за их дети. Даймургами. Аплодисменты, Другого Анна, Другого Тайя, Руслан Останова, Новоскорин, Другого Руссоя, Чистина Ирина, Далькова Руссоя, Руссоя, Ирина, Сонина, Светлана, Васильев, Костяна, Силан, Симон, Петрушина, Алина, и Пампилей, Вашкитлана. Это лидер на сфере, Семину, с ребенка, с ребенком, я forts upgrade, поприветствуем, шлифахстан, в то же пути, родственник, ты, Э dai, recitaz ion druk vous must 희uteurs et la la Bible. J 요 añoking... Спасибо.